Смотрите прямо сейчас. По ту сторону войны. Как живут в посёлке около Донецкого аэропорта. Подробности недели первыми из украинских СМИ оказались на территории Донецкого аэропорта. Здесь каждый метр усеян вот такими хвостовиками от мин. А вся эта территория теперь безмолвный памятник тех трагических событий. И есть ли жизнь за линией фронта, выяснял Андрей Лащ. Мы проработали в этом порту по 45 лет. Я пошёл бы с ним в разведку. Украинские спецслужбы получили право работать под прикрытием. На Донбассе и в Крыму. Способна ли Украина создать такую же эффективную разведывательную службу, как МОСАД? И что может этому помешать? Все подробности мы выясняли здесь, на месте, в Израиле. Коммунальный ад. Это сколько надо зарабатывать месяц, чтобы вот это вот всё оплатить? Крым. Правда, которую мы узнали только сейчас. В наше распоряжение попали уникальные кадры, снятые украинскими военными внутри окружённых воинских частей. Как решалась судьба Крыма? Кто виноват? И что можно было сделать иначе? Всё, о чём говорят и спорят, прямо сейчас, в подробностях недели. Вечер добрый. Это подробности недели. Я, Дмитрий Анопченко. Три главные темы, о которых мы с вами говорили и спорили, и в которых попытаемся разобраться прямо сейчас. Донбасс. Что означает этот особый статус и как он изменит ситуацию? Появится ли у нас МОСАД? Вопрос не праздный. В Украине решили создать аналог знаменитой израильской спецслужбы. А вот зачем? И больная тема. Тарифы. Насколько они вырастут? И была ли альтернатива? Об этом и поговорим. Ну а начнём, начнём с того, что происходит здесь и сейчас, со срочной новости. В столице в эти минуты неспокоено. В самом центре Киева, в Нестеровском переулке, автоматчики заблокировали офис компании «Укрнафта», предприятие, большая часть акций которого принадлежит государству. Ну и вот, как сообщает народный депутат Сергей Лещенко, а он сейчас на месте событий, старший после препирательства сообщил, что это батальон «Днепродин». Ну, кто не знает, батальон территориальной обороны Днепропетровской области. Знает ли командование то, что он перебазировался в Киев? Вопрос пока открыт, и мы вот просто в эти минуты пытаемся выяснить. А сейчас мы можем увидеть первые кадры, которые мы оттуда с места событий получили. Получили их днём, когда всё только начиналось. Что за конструкцию, дозвол, есть или нет? И с кем вы работаете, это вы живете. Дозвол, я на Будянисе, или нет? Народ. Что за военнослужащие завозят в середину? Кто там военнослужащие? Кто вы такой? Кто вы такой? Я сказал, читайте. Я вас не знаю. Я вас не выбирал. Я, народ, вас не выбирал. Я думал, что вы действительно гимна людина. Военнослужащие, что делают в середине, я запитал. Я сказал, покажите коридоры. Никто вам на что репортажит. Забыть все коридоры військовыми. Там сваривают между поверхами такие сами решётки. А почему конструкции эти сваривают сейчас? Вот, вот, в большинстве. Вы знаете, криминогенная обстановка в миссии очень тяжкая. Клоу на лепет в середину. Ну и мы в эти минуты разворачиваем около здания нашу камеру. Так что все новости о происходящем, вот, вместе с вами, будем узнавать просто в режиме реального времени. Потому что, согласитесь, ну, странно, когда батальоны, призванные защищать страну, возникают в столице, да ещё с оружием. Ситуация, мягко говоря, нестандартная. И мне говорят, что вот только что появилась связь с нашим корреспондентом Сергеем Кудимовым. Он на месте событий. Сергей, что сейчас происходит около здания? Какова ситуация? Сколько людей? Да, Дмитрий. Ну, спустя несколько часов после того, как мы сняли кадры, которые только что вы видели, криминогенная ситуация, судя по всему, ухудшилась значительно. Потому что вход заварили, практически весь вход в здание Укрнафт заварили решётками стальными. И если днём здесь было всего два охранника, то сейчас мы насчитали в камуфляже, в бронежилетах, сейчас мы насчитали около 15 человек. Они собрались возле входа, никого дальше не пускают. Охранники не вооружены, то есть они в бронежилетах. Мы видели противогазы у некоторых дубинки. Понятно, у меня огромная просьба. В здание никого не пускают, подошли журналисты. Здесь есть милиция. Недалеко, недалеко здесь есть милиция. Мы видим прямо сейчас три машины, но они не вмешиваются в ситуацию, стоят, вдалеке наблюдают. Сергей, спасибо. У меня огромная просьба. Вот ты на точке, разберись, пожалуйста, в ситуации в любую минуту. Как только у тебя будет свежая информация или если что-то будет происходить, мы тебя включим. А редакторскую нашу группу попрошу. Вы свяжитесь, пожалуйста, с пресс-службой антитеррористической операции, с командованием. Ну, узнаем, насколько вообще там известно о том, что батальон перебазировался. Хорошо, ну и к главной теме. Будем следить за событиями. Еще раз повторю, в реальном времени с вами вместе в прямом эфире узнаем, если что-то будет происходить в центре Киева. Начнем, продолжим. Главная тема. Донбасс. В парламенте на этой неделе приняли несколько решений, которые очень многое могут изменить. Ну, во-первых, часть Донбасса признали оккупированной территорией. Также внесли изменения в закон об особом порядке самоуправления в тех районах Донбасса, которые сейчас под контролем боевиков. Ну, и главное в этом документе. Это особые права, которые получит та местная власть на Донбассе, которая будет избрана на честных выборах. И только после того, как с Донбасса выйдут все наемники и все российские войска. Многие в Украине эти решения поддержали. Хотя, честно скажу, были и те, вот даже в коалиции, кто назвал их предательством. К примеру, депутаты парламента пересказали мне слова лидера одной из фракций, мол, голосуйте по совести, а вот мне совесть быть за не позволяет. Ну, что же все-таки произошло? Произошло на самом деле. Давайте попробуем разобраться сегодня. Как бы не оценивали политическую часть решения, у него есть и формальная, административная сторона. И вот карта, посмотрите. Парламент определил те города, села и поселки, которые получат вот эти особые права после местных выборов на Донбассе. Ну, собственно, здесь закрепилась линия фронта. Вы видите, по одну сторону те районы, которые сегодня контролирует украинская власть, а по другую территория, которую нужно вернуть. Это как минимум треть Донбасса, сотни городков, сел, ну и, конечно же, крупнейшие города Донецк и Луганск. Чего же ожидают от этих решений парламента сами жители Донбасса? По обе стороны линии разграничения прямо сейчас работают наши корреспонденты. Ярослав Кречко сейчас в поселке Мироновский. Это крайняя точка к условной линии фронта. А вот Андрей Лащ, он сегодня целый день провел в районе Донецкого аэропорта. Наша съемочная группа первая и единственная, которой удалось снять на материал за долгие месяцы войны. Чем живут дончане? Прямо сейчас, в эксклюзивном материале. Я иду по улице Взлетной, до аэропорта около километра. Он буквально за вот этим поворотом. И даже здесь видны последствия ожесточенных боев. Это своего рода зона отчуждения. Знак «Проезд запрещен» около нового терминала установили еще в мирное время. А сейчас здесь и ходить-то небезопасно. Хотя саперы и отработали, но не разрывавшиеся мины и снаряды на территории еще могут быть. Балванками от снарядов усыпано все вокруг. Ожесточенные бои здесь шли 8 месяцев. От терминалов и от старого, и от нового остались только бетонные каркасы. Неподалеку от уничтоженного в боях аэропорта находится фактически целиком разрушенный поселок Октябрьский. Несмотря на это, здесь живут люди, в таких условиях выживают, как могут. Аэропорт стал кормильцем для бывших работников. Металл здесь превращается в хлеб. А соседская библиотека в тепло. Идет на растопку. Читать некогда. Днем в поисках еды, ночью в попытках согреться. Расскажите, что вы делаете сейчас? Металл возим. Куда? Харчи. Зарабатываем? Да. А чем? Пенсию не дают, чем жить? Мы проработали в этом порту по 45 лет. Что удается купить, когда вы сдадите металл? Как, что хотим? Десятку дать, пойдем две буханки хлеба купим. А козлацу мы же забыли, когда ели. И курятину забыли, когда ели. Встретившись случайно, жители обсуждают насущные проблемы. Сосед дал картошку, у меня чуть пшеница осталась. Жрать какого хрена? А, ну это ж одевяло. А гументарную помощь ты получаешь? А что я получаю? Это не получаю. А я получаю. Я же забыла, когда ее получала. Если я по гументарной буду жить, так я уже давно на кладбище. Мама, дают это, слава богу. Хоть бы они поменяли. Мы едем и рады. Пусть они подавятся, а мне нормальную жизнь. Пусть покрошенка сделает. Ну, восемь каждый раз, а вы же не восите. Сегодня бабушки заработали 10 гривен, купили буханку хлеба себе и своему питомцу. Кулечка, людей много для тебя, да? Страшно, страшно малюсенько. Раненую птицу нашли в первый день войны. Манюсенькая, без перья, без ничего, кушать не умела. Выходили, так и живет с ними. Голубь – символ мира. Этого сейчас хотят все жители поселка. Я за мир, чтобы только был мир. Мне все равно. Я и за Западную Украину, я за все, я за Харьков, я за весь. Только лишь бы не воевали. Все. Мне все равно, как будут границы у нас проходить, честно. И, конечно, не хотелось бы, чтобы мы вот это вот сделали Луганской, Донецкой, как облава. Я вообще не знаю. Я не представляю, что с нами будет, если вот так вот сделают нас Донецкой, Луганской кусочком. Украина, Украина. Мне все равно. Мне лишь бы дали где жить, работать, чтобы дети мои спокойно были, не под бомбежкой. И чтобы мы спокойно жили. Люди разбирают завалы, оставшиеся от их домов, и спорят, какие условия устроят обе стороны. Для этого нужно, чтобы немножко изменилось мнение людей, которые живут и на Западе, и на Востоке. А для этого это очень такой кропотливый процесс, чтобы политика государства, политика СМИ была направлена на то, чтобы не искать противоречия у нас, а пытаться помирить. Люди остались людьми. То есть делить людей на западных, на восточных, можно делить людей только на хороших и плохих. В районе аэропорта снова раздались звуки выстрелов. Перемирие хрупкое, но очень нужное, говорят здесь. Ведь жители этого пригорода Донецка не понаслышке знают, что такое война. И по другую сторону демарканционной линии, всего в нескольких километрах от нее, сейчас находится наш корреспондент Ярослав Кречко. Он целый день провел в поселке Мироновском Донецкой области. Этот населенный пункт, вот только представьте, он всего в 15 километрах от печально известного Дебальцева. Его буквально только что освободили. Ярослав, а на что тут люди надеются по эту сторону демарканционной линии? О чем говорят? Да, студия, но я вот послушал сюжет из Донецка. Я могу сказать, что по эту сторону линии фронта настроение у людей в принципе такое же. В поселке Мироновский Донецкой области у людей надежда на то, что хрупкое перемирие станет, перерастет в прочный мир. И вот здесь люди сейчас, можно сказать, готовятся к посевной, к сельхозработам. Ведь со снабжением пока не все так гладко. И этой зимой они выжили только благодаря запасам и благодаря огородам. Мира нам не хватает. Мира. Вот мы готовимся, огороды сажаем, стараемся. Мира нам надо. И все. Спокой, тишина. Мы еще не с 21 числа я ни разу не спала роздит. Вот так сплю. Погреб открытый, вот так вот. Дети все вещи в погребе. Что это за жизнь? А дети? Мои мировые. Успокоились. Уже нема силы. Хватит уже всему цему. Мы рождаем, чтобы не селяли. Больше ничего нам не надо. Поразбивало все. Мы выезжали. Вчера только вернулись домой. Сюда сейчас действительно возвращается много людей, которые выехали во время активных боевых действий. Местные жители приезжают с детьми. Хотя нормальных условий для жизни в поселке пока нет. Не хватает детского питания, медикаментов, гуманитарная помощь, редкость. И некоторые магазины работают, но товаров в них немного. К нам никто не ездит. Ни один поставщик. Кроме хлебных машин. Что вам еще сказать? Мы сами ездим. Мы сами ездим, да. И то нас не всегда пропускают. Бывают такие дни, когда нас возвращают. Многие вернулись с детьми. Как теперь нам жить? Работать где нам? Жить вот таком вот как? Скажите, пожалуйста. Как нам жить в таком доме разбитым? Пока люди не понимают, кто и на какие деньги будет восстанавливать разбитые дома, детские сады, школы в Мироновском. И в населенных пунктах вокруг не работают больницы. Они разрушены после обстрелов. И еще то, что сразу бросается в глаза. Многие здесь чувствуют себя брошенными. Транспортного сообщения с городами, где более-менее мирная жизнь практически нет. Я не видел никакой власти. Не вижу. Никакой вообще не вижу я власти. Даже флаг не могут повесить наш, украинский. Мы ничего уже не ждем. Потому что здесь у нас, мы как заброшенные здесь. Нам даже сюда, в Луганку, гуманитарку не возят. Вот. Мы сидели месяц в подвале, мы голодовали. Ни хлеба, ни магазинов не было, ничего. Кто на нас обращал? Ни мы, ни никто. Если бы сюда кто-то приехал, кто-то посмотрел, как мы живем, кроме корреспондентов и волонтеров здесь никого не было. А какие политики сюда приедут? Кому что надо? Они все на расстоянии решают. Они правды не знают, мое мнение. Об инициативах и законах, принятых на этой неделе, представления у людей весьма смутные. Скорее, они заняты проблемой выживания. Да и телевизоры есть далеко не у всех. Люди здесь ждут мира, но все еще не уверены в том, что он настанет. Студия. Спасибо, коллега. Ну, о том, какой смысл вкладывает президент в те решения, вот о которых ты говорил, о которых люди не знают, в те решения, которые были приняты в парламенте. Президент Порошенко рассказал, рассказал накануне, это было эксклюзивное интервью для нашего телеканала. Оно вышло, если помните, в эфир вчера поздно вечером. И его мгновенно растащили, растащили на цитаты. Позиция президента. Глава государства сказал мне, что оккупированную часть Донбасса мы будем возвращать, но не любой ценой. Заплатить десятками тысяч жизней, то есть отвоевывать, Донбасс-Украина не будет. Главная надежда на дипломатию. Но, впрочем, это интервью вы наверняка видели, а вот как оно записывалось, что за кадром осталось, это смотрите прямо сейчас. Эту встречу Петр Порошенко назначил в субботу. День, когда его график по-прежнему жесткий, но, по крайней мере, позволяет выделить полчаса, чтобы поговорить, откровенно и не спеша. Интервью будет не в кабинете президента. Мы разворачиваем технику в студии, небольшом помещении внутри администрации. Вход на этот этаж по отдельным спискам, ведь здесь же на четвертом рабочее место главы государства. Тут две камеры и операторский кран, который позволяет снимать в движении. Под потолком профессиональный свет. Несмотря на формальный выходной, у президента день сложный. Начался рано утром. В графике десяток встреч. В том числе приехала коллега из Литвы, Доля Грибаускайте. Мы тем временем готовимся к записи. Обязательный в таких случаях грим и проверка техники. Дальше кресло, в котором будет сидеть президент, занимает дублёр, наш продюсер Марьян. По дублёру техническая группа выставит свет и выберет правильный ракурс камер, чтобы к приходу первого лица всё уже было готово. Подготовка площадки в среднем займёт два часа, а то и больше. Это список моих вопросов. Два листа, на которых я набросал всё, о чём мы с вами говорили и спорили на этой неделе. Реформы, которых мы пока не ощущаем, стремительно растущие цены, Донбасс, демобилизация. Обо всём этом постараюсь успеть спросить. Пётр Порошенко немного задержался и, что показательно, извинился за опоздание. От его предшественников, которые могли держать прессу в ожидании часами, искренних извинений я не слышал никогда. Команда режиссёра, внимание, запись. Вечер добрый. Добрый вечер, Дмитро. Мы начинаем разговор с войны и Донбасса. Президент откровенен. Оружием Донецк и Луганск не вернуть. Ведь будут десятки тысяч жертв, а значит, придётся действовать дипломатическими методами. Прекращение огня, проведение линии разграничения и выборы. Но вот только пройдут они только по украинским законам. И после вывода из Донбасса иностранных военных. Ещё одна тема – борьба с коррупцией. Новый генеральный прокурор уже демонстрирует абсолютно инши подходы по борьбе с коррупцией. Причём, висулаются звинувачения и против действующих прокуроров областей, висулаются звинувачения и против действующих керевников областей, и против действующих керевников министерств. Чи есть сейчас коррупция? На жаль, есть. Вона есть в любой стране мира. Люди часто говорят, что старые схемы работают за новой владой. И, возможно, отдельные старые схемы работают за новой владой. Но я вас запевняю, что на сегодняшний день над ними нет влады, высшей влады парасольки. 20-я минута эфира. Мы говорим с президентом и о войне, и о политике, темах, важность которых понятна, если ты политик. И я понимаю, что у тех, кто по ту сторону экрана, тех, кто смотрит нас сейчас, на уме совсем другой вопрос. Куда более прозаичные цены, за которые, если совсем честно, отвечают-то, в общем, правительство. Но народ ведь спрашивает с президента, как с первого лица. Люди сейчас больше говорят о том, что цены взросли, почти вдвече, о том, что лекарства дорогие, о том, что инфляция съедает зарплаты, съедает пенсии. Но если быть абсолютно честным, то люди от вас хотят почути какие-то слова, хотят почути что-то из этого привода. Вы можете им сказать, когда настанет тот час, когда нужно будет бояться завтрашних новин? Краина в умовах войны живет по-иншому. Надходжения государственного бюджета, надходжения от экспорта ризко падают, а витрати, оскільки на плечи державы, лягая забезпечения и финансирование армии, ризко срастают. До чего это приводит? До появы заборгованостей по зарплатах, до появы заборгованостей по пенсии, до ризкого срастания державного борга, до де-факто, инкали, дефолту, або банкротства державы, и до коллапсу в экономике. Нам удалось уникнуть этого всего. Еще одна тема разговора – информационная безопасность. Когда вы смотрите Интер, и картинка вдруг пропадает, это не у нас технические проблемы. Это наши новости специально глушат. Кто? СБУ уже полгода разобраться не может. Президент ответил. Об этой проблеме знает, возьмет под контроль. Были выявлены ПТС-ки, глушилки, которые блокуют сопутниковый сигнал. Позавчера и вчера они это сделали на территории Днепропетровской и Запорезьской областей. Это были три ПТС-ки, одну установленную. Сейчас там делаются необходимые юридические процедуры. Независимо от программной политики, любого канала, вы имеете право на мовлення. И президент ваше право будет защищать. Вместо получаса мы проговорили с Петром Порошенко больше 40 минут. Сразу стало ясно, у него нет заготовок. Президент готов общаться на любые темы. Иногда ответы были достаточно долгими. И к концу разговора я понял, почему. Очень часто мы знаем о тех решениях, которые принимаются наверху, но не до конца понимаем причины. И для Петра Порошенко было важно многое объяснить, чтобы мы с вами понимали, почему власть действует именно так. Ну и сегодня целый день мы пытались получить комментарии от службы безопасности Украины. Просили их прокомментировать слова президента, сообщить нам чуть больше подробностей. Пресс-секретарь СБУ Маркин Лубкиевский, к сожалению, не нашел времени для включения. Так что, надеюсь, что уже завтра на пресс-конференции главы СБУ Валентина Наливайченко мы наконец-то узнаем, когда же прекратится глушение нашего канала и когда изжезнет угроза для всех украинских медиа. Продолжим. В Украине может появиться аналог израильского Моссада. Так говорили о еще одном законе, который был принят в парламенте буквально несколько дней назад. Ну только представьте, наша разведка получила право работать на территории, которая не под контролем украинской власти и даже внедряться в организации террористов. Ну, в частности, депутаты говорили, что лидеров боевиков вот теперь можно будет даже похищать. У нас в студии только что подъехал Николай Маломуш, глава службы внешней разведки. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Человек, который возглавлял службу внешней разведки с 2005 по 2010 год. Да, пожалуйста. Вот так встаньте, вам удобнее будет. Будьте добры, немножко левее. Нет, 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 чуть-чуть вот так. Нет, выйти давай, вы ко мне повернитесь. Да, спасибо. Скажите, в первую очередь решение, о котором много говорят украинцы, решение, о котором писали в западной прессе, даже там в Израиле страсти кипели. Мы сегодня поговорим с нашим израильским корреспондентом, потому что, ну, громкое заявление, в Украине будет свой Моссад. Структура, которая, как известно, ну, знаете, говорят, у Моссада длинные руки, они могут действовать по всему миру и, в общем-то, особо не скрываются. Будет ли в Украине это новая структура? Или вы считаете, что вот эти вот права все-таки стоит дать тем структурам, которые уже существуют? Ну, первое, я хочу отметить, что уже закон предусматривает то, что получают разведорганы Украины такие права. Вот вопрос стоит, почему раньше не могли действовать именно в соответствии с законом службы внешней разведки Украины и разведенных органов Украины. Наши разведорганы имели право вести агентурную работу, техническую разведку, в них проникать глубинно в теоретическую организацию за рубежом. То есть это за пределами, например, или Россия, или, например, дальние зарубежья, ближние зарубежья. Там, где есть угрозы, есть наши интересы. Например, там пираты, которые доставали аж в Африке. Вот это, знаешь, модели. Но именно наша разведка не имела права действовать в нашей территории. Это, как правило, за исключением где-то нескольких разведок, вот израильскую вспомнили, они имеют право действовать, потому что есть враг на своей территории. Или на линии разрешения непосредственной близости, которая точно так же внедряется в органы власти, проникает через границы, как и у нас. Поэтому МОСАД имеет такие права. Получаем и мы такие права. Но, в первую очередь, отмечаю, что действительно должны быть опытные сотрудники, опытные командиры, опытные руководители агентурных подразделений и диверсионных подразделений. Вот это еще одна составляющая, которой раньше не было. Которая действительно проникает в структуры уже на территорию нашего странства. Подождите, вот давайте с этим и разберемся. Вот если можно, пошагово просто разберемся. Во-первых, я не знаю, откроем ли мы какой-то секрет, можем ли мы об этом говорить. Есть ли сейчас в ДНР, в ЛНР, в структурах вот этих террористических организаций, есть ли там наши разведчики, либо наши контрразведчики, которые работают под прикрытием? Я хочу сказать так, что именно в тех структурах, которые принадлежат Российской Федерации, например, или третьим странам, потому что там многие страны присутствуют, там точно имеются позиции украинской разведки. Не так массово, но они имеются и они, конечно, эффективно используются. Но в самих структурах, если мы говорим боевиков, тут уже граждане Украины, они уже имеют некоторые статусы, как те люди, которые работают на иностранную разведку. Да, и новый закон даст возможность вот в эти структуры внедрить... Да, даст возможность работать и на территории Украины, где там сейчас боевики ДНР, ЛНР, и, соответственно, вырубать граждан Украины, или проникать в украинские структуры, так называемые украинские структуры, хотя они все нелегитимны. Поэтому этот закон, кроме проникновения разведывательного, чтобы люди могли туда внедриться, под прикрытием, и работать в активе этой организации, например, имеются соответствующие технические средства для проведения операций. Но они могут работать в активной фазе. То есть, обычно же это спокойная ситуация, когда разведка работает в мирном режиме. Будьте добры, а вот тут очень важный вопрос. Депутаты, когда обсуждали этот законопроект, голосовали за него, они говорили, и эта фраза закреплена, по-моему, даже в пояснительной записке, если не ошибаюсь, что одной из функций, вот эти права даются для того, чтобы наши разведчики, ну, вот, те, кто появятся в рамках этих новых структур и новых полномочий, могли и задерживать. Там было написано главарей ЛНР, ДНР, главарей нелегитимных, ну, самопровозглашенных главарей Крыма и так далее. А насколько это реально? Насколько вот реально, насколько они технически, морально, как угодно готовы к тому, чтобы это произошло? Это обычно проводится специальная операция. Она готовится, и, например, есть и боевики, они выводятся, или в определенные, так сказать, точки, где проводятся спецоперации по их захвату, и уже мы могли бы провести по Аксенову в Крыму, я прямо скажу, не хватило политической воли до санкции. Точно так же по всем Гиркиным уже давно их не было бы. То есть они были задержаны, предпровожены в Киев, вот, и провели все операции. Вот именно в тот период ни политической воли, ни правовой, ни, соответственно, оперативной воли не хватило. Хотя все условия и специалисты были готовы. Вот сейчас разведка и специалисты, которые привлекаются к этим подразделениям, они будут иметь полномочия проводить такие операции и на территории этой республики, или их захватывать и вывозить на территорию Украины. Как делать МОСАД. Вот как раз то, что мы аналог говорим, вот это совпадает. Вы знаете, мы о МОСАДе как раз можем прямо сейчас узнать. Наш корреспондент Сергей Аутлендер посмотрел на то, как работает эта структура. Более того, он разыскал одного из бывших руководителей МОСАДа, одной из самых известных и, тем не менее, самых закрытых силовых структур Израиля. Давайте посмотрим. Известие о том, что в Украине планируют создать аналог МОСАДа, израильские разведчики восприняли двояко. С одной стороны, звучит лестно. МОСАД получается чем-то вроде эталона спецслужбы. С другой, хорошо ли представляют себе украинские коллеги функции ведомства разведки и специальных задач. Так с иврита переводится полное название этого загадочного учреждения. Особая задача специально прописали отдельно, потому что есть ситуации нестандартные, международные, которые требуют вмешательства государства, но иногда вмешательства тайного. И никакое другое ведомство не может их выполнить. Только внешняя разведка. Успехи МОСАДа, конечно, очень впечатляют. Особенно если учесть, что большинство операций до сих пор засекречены, и о них вряд ли что-то будет известно в ближайшие годы. Но есть и дела, которыми гордятся. Многие знают об истории Адольфа Эйхмана, нацистского преступника. Агенты МОСАДа похитили его в Буэнос-Айресе, вывезли в Израиль, где он был осужден и казнен. Но мало кто знает, что специальное подразделение МОСАДа долгие годы занималось поисками и ликвидацией сбежавших нацистов, и сколько из них были обнаружены и убиты. Секретная информация. Или операция «Гнев Господень». После страшного теракта на Мюнхенской Олимпиаде разведка десятилетия искала его исполнителей и организаторов, пока не уничтожила всех. Еще загадочный компьютерный вирус, который вывел из строя иранские центрифуги, отбросив ядерную программу Тегерана на несколько лет назад. Вокруг МОСАДа существует множество историй, и уже не поймешь, где там правда, а где уже легенда. Так, наверное, и должна действовать настоящая спецслужба. Такие легенды тоже часть ее работы, которая порождает уверенность у своих и заставляет бояться врагов. Недаром же своим девизом израильская разведка избрала стих из книги-притчей Соломоновых «Потому с обдуманностью веди войны свои». При этом специалисты предупреждают и об опасности. Новая структура не будет эффективной, если станет ненужным конкурентом для других украинских спецслужб. Грамотная координация не менее важна, чем особые полномочия. В Израиле, к примеру, есть группа из представителей самых разных ведомств. МОСАДа, службы безопасности, военных юристов и даже Министерство финансов. При любом ЧП проблемы решают вместе, предоставляя и советы, и информацию для первых лиц, которым приходится принимать решения. Рядок принятия оперативных решений определяется уже составом группы. Кто там принимает оперативные решения, как и кто. Обычно такая группа находится в подчинении или армейского командования, или генштаба. В зависимости от того, что превалирует. И отдельные операции должны получить разрешение главы правительства или главы государства. На Ближнем Востоке по-разному относятся к инициативе создать в Украине аналог МОСАДа. Кто желает успеха, кто-то скептически пожимает плечами, но все сходятся в одном. Украинской разведке придется сильно постараться, чтобы они тоже слагали легенды. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Вернемся снова прямо сейчас к тому, что происходит в эти минуты в центре Киева. Давайте посмотрим картинку. Наша камера установлена в центре столицы, около здания Укарнафты. Компании, большая часть акций, которая принадлежит государству, скальной компании, скажу я вам. И вот сегодня мы начали эфир с того, что автоматчики захватили здание. Сейчас мы видим, что пытаются спилить решетки. Там работает наш корреспондент, выясняет подробности. Мы буквально, надеюсь, через несколько минут от него в прямом эфире узнаем все, что происходит. Скажите, я хотел вернуться с вами к теме, которую мы обсуждали, к теме вот этих новых полномочий для разведки, к теме украинского МОСАДА. Просто чуть-чуть реально сменяет наши планы. А по-вашему, что происходит в центре Киева? Не должны ли они быть на фронте? Есть ли вообще угроза, когда происходит вот такое перебазирование подразделений? Я отмечаю то, что действительно сейчас идут очень большие, крупные споры, идут разборки на высшем даже политическом уровне. Это недопустимо для государства. Тем более, если задействуют средства разделения, они тут постоянно действуют. И мы говорим о Укртранснафте, Укрнафте, о других объектах. Это как раз то негативное, которое сейчас практически подрывает нашу оборону, безопасность в середине. Это дает именно перспективу противостояния ветвей властей между, так сказать, отдельными руководителями и губернаторами, которые именно не имеют права занимать их должности в разных форматах. Потому что если они находятся в теневых структурах, если они используют боевые структуры, это преступление, если мы так говорим, квалифицировать должные следствия сейчас, генпрокуратура, СБУ. И мгновенно, еще в этой дине, не выговора и подписывали, и все довольны получать, а четко действуют следователи, оперативники и вчера, и позавчера, и сегодня. Это реально правовое государство. Вот это будет сильное государство. Если будем действовать таким способом, как сейчас, вот мы смотрим, перспективы нашего государства не будут. Дестабилизация придет на днях. Я обращаю внимание, президента Украины, если будем только, так сказать, выговор, или там будем договоренности, кто там Укртранснафту, кто Укрнафту контролирует, это путь никуда. Это путь против государства. Поэтому сейчас нужно сгенерировать все силы, общественные, политические, для того, чтобы навести порядок, правоохранители должны выполнить свои функции и мгновенно, при любом нарушении, ночью-ночью задержать, арестовать, провести следствие любого должностного лица. Спасибо большое. Простите, что мы тему сменили, просто, ну, жизнь носит коррективы. Я напомню нашим зрителям, что наша камера установлена в самом центре Киева, там довольно странные и, ну, скажу так, скандальные события сейчас происходят. Весь эфир будем следить. Если возвращаться к главной теме, вот, ради которой мы с вами встретились, я благодарен вам, что вы пришли в студию. Скажите, а вот после того, как это решение утверждено, как быстро украинская разведка сможет действовать по-другому? Вот эти права получены. Вы действительно важную вещь сказали, что в свое время, к сожалению, не было политической воли для того, чтобы задержать тех самозванцев, которые пришли в тех регионах власти. Вот сейчас, как скоро мы можем ждать изменений, как скоро мы можем ждать, что у нас с вами в студии в новостях будет повод что-то комментировать? Самое главное, как и в государстве, так и в разведке. Какие кадры будут? Насколько быстро мы привлечем профессионалов? Какие профессионалы? Не хуже действуем, чем МОСАД. Я прямо скажу сразу же. Пиратские пираты, 28 кораблей Британии, Голландии, Италии, Франции и тому подобное, которые не могли, и в том числе Израиля, которые не освободили. Украинская разведка освободила. В Чечне британцы получали... То есть мы эффективнее МОСАДО сработали? Британцы получали головы, вот не сказать на эфир, но мы живых людей, трижды захвачены дикими, так сказать, группированиями. Точно так же по Кавказу, точно так же по Приднестровью. Точно так же информация, я просто сейчас скажу на эфир прямо, о том, что за 8 месяцев будут удары в США по близнецам, передавалось туда Америке, Германии, Британии в метро. Подождите, подождите, это важно. То есть информация была у нас и передавалась Соединенным Штатам? Да, по нашим каналам передавалась. Но американцы не оценили свое время. Я беседовал с директором СРУ после этого через несколько лет. Он говорит, ну, оценки не получили достаточно. Никто не верил, что именно Украина имеет очень глубинную агентуру в этих теоретических организациях. Почему? Потому что в свое время эффективно работала разведка, контрразведка. У нас находилось очень много иностранцев, 102 стран мира, в том числе молодых, которые выросли позже в руководстве Аль-Каида и других организаций. Это условия для оперативной работы. Если профессионалы сейчас смотрят, они все понимают. И в этой ситуации мы получали информацию с первых рук и с первого эшелона власти терроризации, как и сейчас ЕГЭ. Многие не получают информации, даже МОСАД-то глубинно, ансекторально только. Так сказать, в линии размежевания, по отдельным территориям они работают, по отдельным лицам, не ищут по 20 лет. А тут нужно действовать сегодня. Поэтому они на территории своей страны и в сопределении, они работают очень эффективно. Но это жесткая работа на уничтожение сразу. Выявили агента, боевика, они сразу ракету или другими средствами уничтожили. Мы работаем по широкому фронту. Но сейчас вопрос, новый вызов, почему закон внесен, это ДНР, ЛНР. Мы там работаем, как разведка, не вели. Поэтому сейчас профессионалу нужно собрать с запаса, с отставки, которые ушли. Потому что при Януковиче многие поуходили принципиально. Сейчас не собрали еще. Только некоторые, так сказать, лица пришли на какие-то должности. Собрать этот мощный пол, они проведут всю работу. Тогда вместе сгенерирует и стратегическая разведка, военная, пограничная, Минобороны, СБУ. И сделают большую работу, что не будет и Лавайского, не будет Дебальцева, не будет аэропорта, а будут успехи. Спасибо большое, будем на это надеяться. Ну и действительно удивили. Не знал, что информация о терактах в Соединенных Штатах была известна нам. Ну, браво нашей разведке. Спасибо большое, что были в студии. Всего доброго. Продолжим. Еще одна из важных и болезненных тем, тем этой недели, тарифы. Их удерживать на старом уровне больше нельзя. В этом году они вырастут. Вырастут очень серьезно. Ну вот посмотрите на графику. В несколько раз поднимется цена на газ. Почти наполовину на воду. На две трети подорожает отопление. И весь год будет дорожать электричество. Будет ли страна платить по этим новым тарифам? И главное, вообще законны ли они? И если уж так повышают тарифы, то может быть и правительству, вернее чиновникам стоит затянуть пояса. Поговорим об этом прямо сейчас с нашими гостями. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Александра Кужель. Вечер добрый. Добрый вечер. И Николай Гордиенко. Здравствуйте. Напомню, экс-глава Госфининспекции, депутат Верховной Рады, человек, который на этой неделе... Да, простите. Итак, экс-глава Госфининспекции, депутат Верховной Рады. Наш гость вот слева, который у меня стоит, человек, который на этой неделе подарил несколько сенсаций. Мы поговорим с вами об этом обязательно в студии. Ну а главная тема, я хотел с вами начать разговор о тарифах с вопроса. Я видел информацию о том, что Батьковщина намерена обращаться в суд для того, чтобы у регулирующих инспекций забрать права устанавливать тарифы. Вы могли бы пояснить почему? Не забрать. Вот те тарифы, которые... Не совсем правильно дали информацию. Дело в том, что когда президент издал указ о создании новой комиссии, объединив комиссию по НКРЕ и комиссию, которая должна была контролировать монополию по коммунальным услугам и подачи тепла и водопостачания, я сразу собрала комитет, это еще была та Верховная Рада, собрала экспертов, антимонопольный комитет, и все подтвердили эксперты, что указ незаконный. Президент нарушил 106-ю статью Конституции. Я сразу президенту написала о том, что господин президент, те юристы, которые это сделали, сделали достаточно некорректно, и нужно немедленно исправить указ, потому что нельзя, ликвидировав две комиссии, которые контролируют монополистов, ликвидировав, создать новую, у вас нет таких полномочий. Потому что мало того, что нет полномочий, эти две отрегулированы законом, а эта одна нигде в законах не упоминается. То есть с момента сделали... Я думаю, что юристы просто не показали президенту, боясь, что будут уволены. Но по сей момент эта комиссия, как вы знаете, на прошлой неделе Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, она незаконна. Значит, само ее создание и ее существование незаконно. Подождите, а тарифы в таком случае? Насколько они законны? Я же поэтому и говорю, что они дальше утверждают тарифы. Мало того, что и в икону, чьи обовески господин Вовк, можете представить за всю историю несоздания этого органа, человек, который исполняет обязанности руководителя, а знаете, почему исполняет обязанности? Он не имеет права быть членом комиссии, потому что там специально в законе выписаны такие квалификационные требования к членам комиссии, что нужно работать в энергетике, нужно иметь опыт работы и так далее. То есть он не имеет права голоса. А вот теперь по структуре тарифов, которые второй из... Да, вот самый главный вопрос. Знаете, как людей, может быть, не очень там интересуют все-таки какие-то кадровые перестановки, им важнее. А насколько законны, оправданы и честны те тарифы, по которым заставляют сейчас платить? Все-таки решают кадры. Если приходят порядочные люди с желанием служить Отечеству, то они, наверное, несут какую-то ответственность. То, что мы имеем структуру, которую мы достали информацию по формированию тарифов, это, знаете, мальчики поковырялись в носу и написывали какие-то цифры. Как, например, первое, это, которые положили стоимость, ну, компенсации затрат на автогаза. Тогда, извините, пожалуйста, мы с вами имеем право спросить. Ребята, а вы урезали их там 40 миллионам на элитные автомобили и так далее? Простите, давайте сделаем так. То, что с тарифами есть проблема. Мы сейчас озвучили, у нас много времени, мы успеем с вами поговорить. Вот давайте к этой теме вернемся. Я просто дам слово нашему второму гостю. На этой неделе много новостей, связанных с вашей фамилией. Ну, вот, в частности, один из заголовков, я не знаю, согласитесь вы с ним или нет. Заголовок достаточно громкий, но, тем не менее, наверняка передает, ну, в какой-то степени суд того, что происходит. Отстраненный глава госфин инспекции заявляет, что Яценюк возглавил коррупционные схемы Януковича. Ну, и вот то, что писали информагентства на этой неделе. О том, что вы заявили, что были выявлены факты коррупции больше, чем на 7,5 миллиардов гривен. Цифра огромная. Скажите, а вот не по этому ли поводу вы были отстранены? С чем вы вообще связываете свое отстранение? Ну, я отстраненный, по-перше, темчасово, на час службового расследования. И вы, действительно, правильно скажете, что за час моей работы, а я попрацовав чуть-чуть меньше року главой Державной финансовой инспекции, мы провели где-то больше 4 тысяч контрольных заходов. И, действительно, мы выявили сбыточки 7 миллиардов 600 миллионов. 7 миллиардов 600 миллионов гривен. Просто давайте сфиксируем. Огромная сумма, чудовищная. Да, она велика. Но я хочу наголосить на то, что она в два раза больше, чем при уряде Януковича Азарова. Тогда было 3,5 миллиарда. И можно задать самим себе питание. А почему в два раза больше? Я могу просто ответить, я чисто стверджую, что стали просто красить еще в два раза больше. Ага, то стали красить сейчас в два раза больше, за вашими словами. Да, и если взять, подивиться, те контрольные заходы, которые мы провели, то мы начали, и вся работа наша была направлена после моего призначения, мы проверяли период Януковича Азарова. Но с другой половины 2014 года мы уже начали проверку финансово-господарской деятельности предприятий уже уряду Яценюка. И если взять эти госмонополии, эти величезные предприятия, то я только частично назову, Трансгаз, 219 миллионов взбитков. Вы можете, я вас тоже перерыву. Мы заявили на головную тему. Я хотела бы сейчас просто порушить иншу тему. Мы начали говорить с вами о тарифах. Вот насколько справедливо повышение тарифов в тех условиях, когда вот эти миллиардные просто сбытки. Можно я скажу? Простите, мы посмотрим сюжет. У нас очень много времени, мы сможем с вами договорить. У нас здесь никогда не бывает много времени. К сожалению, новости, к сожалению, не ток-шоу. Итак, вопрос, о котором стоит задуматься. У нас два гостя, мы говорили о том, что тарифы не вполне законно утвердили. Или с другой стороны, нас с вами заставляют платить по высоким тарифам. Там законный и незаконный суд будет разбираться. В то время, когда миллиардные убытки от неэффективной деятельности многих чиновников. Тариф сейчас, пожалуй, самая горячая тема. Тема последнего времени. Страна буквально замерла в ожидании повышения оплаты за коммунальные услуги. И вот наши корреспонденты выяснили во всех регионах Украины, а для кого коммунальный ад уже наступил. Где самые высокие цены на газ? Где за электричество просят больше пенсии? Смотрите. Мы находимся в Теплодаре, в 40 километрах от Одессы. В городе, вопреки его названию, большие проблемы с теплом. И не только. Здесь одна из самых высоких в стране расценок на холодную воду. В Херсоне самые высокие цены на горячую воду. Хотя от неё здесь только одно название. Трубы есть, водавник тоже есть, но только она совсем не горячая. А тариф как за кипяток. Почти 30 гривен за куб. А кошельки кировоградцев заметно пустеют из-за тарифа на тепло. Особенно это касается тех, кто не установил автономное отопление и до сих пор пользуется централизованным. А это почти половина жителей Кировограда. Ну а в украинской столице самая высокая квартплата по стране. И не важно, живёшь ты с комфортом или без, плати по полной. Суммы доходят почти до 15 гривен за квадратный метр. Граждане недоумевают, на чём основываются такие тарифы и с ужасом ждут новых платёжек. За последнюю квитанцию пришла оплата в размере 415 гривен 86 копеек. Вот было бы интересно уточнить, что сюда должно входить, учитывая, что она уже повысилась, да, мы за последние месяцы, если сравнить, видим увеличение. Я так понимаю, что сюда должно входить облагораживание придомовой территории, уборка подъезда, ну может что-то ещё. Я не вижу никаких улучшений и думаю, что в связи с тем, что сейчас потеплело и мы захотим навести красоту во дворе, мы будем проявлять инициативу соседями собирать какие-то средства на этом, как было в прошлом году. А вот и регионы-рекордсмены по коммунальным тарифам. Самая высокая квартплата в Киеве – это почти 15 гривен. Следом Запорожская область. Здесь за квадратный метр площади горожане отдают около 6 гривен. Максимальные расценки за отопление – почти 13 гривен за квадратный метр в Кривом Роге и Кировограде. Не отстают и суммы, то цена приблизилась к 12 гривнам за квадратный метр. За холодную воду больше всего платят на Закарпатье – 7,5 гривен за кубометр. И в Черновицкой области – более 5,5 гривен. А вот горячая вода ощутимо опустошает кошельки херсонцев и жителей Ривны. Они отдают более 32 гривен. Днепропетровцы платят за кубометр около 30. Иногда появляется холодная, но нет. Надо точить это с полдня, чтобы она, и потом она не горячая, а такая. Все равно надо греть воду и наливать сюда, чтобы скупаться. Вот это зимой я замерзаю, нагрею водой скупаться, я замерзаю. Вот это тоже не подают воду. Это же обогревать ванну. Подавляющее большинство херсонцев просто устанавливают себе газовые колонки и бойлеры. Бойлер у меня включается как минимум два раза в день. Это я уже и так давно высчитывал. Выходит, ну, довольно-таки накладно. Если сейчас, допустим, я плачу где-то 11 гривен за, как говорится, квадратный метр отопления, то я буду платить где-то около 17 гривен. То есть это ощутимо. Вот если взять двухкомнатную квартиру, Кировоградскую, Хрущевку, то человеку будет приблизительно, семья, платить 40 квадратов, где-то будет платить около 700 гривен. Ну, там, 640 гривен, получается. 700 гривен где-то за отопление. Это, как говорится, ощутимо. Я 100% могу сказать гарантией, что у нас не поменяется, у нас не станет лучше это пить, у нас не станет. Ну, все останется на том же самом месте. Теплодар – это полсотни бетонных коробок прямо посреди степи, возле недостроенной атомной электростанции. Вода здесь одна из самых дорогих в Украине. Почти 18 гривен за кубометр. У меня выходит 13-14 кубов в месяц. Умножьте на 17-70, это получается почти 250 гривен за воду только. Горожане встревожены. Впереди очередное подорожание. Пенсия Галины Бабенко едва дотягивает до 1000 гривен. Сейчас и без того всю эту сумму съедает ЖКХ. Умножьте 17-70 на 25%. Вы представляете, сколько у нас будет стоить куб воды? Что касается теплодара, то здесь люди не новички. Даже в радикальных методах уже перекрывали трассу после подорожания воды. Но большинство жителей все же склоняется к мнению, что люди просто перестанут платить за коммунальные услуги. В Херсоне, когда даже псевдо-горячей водой люди не пользуются, у коммунальщиков все равно остается гарантированная статья доходов, проверка счетчиков. И эта принудительная услуга, люди говорят, тоже дорожает. Поэтому херсонцы просто обрезают трубы. В ситуации с высоким тарифом на тепло кировоградцев от паники спасают только одно. Конец отопительного сезона. Ну а в Киеве, как-то неудивительно, есть и хорошие новости. На днях столичные депутаты запретили отключать свет, газ и воду за долги. И более того, летом в Киеве не будут прекращать подачу горячей воды, которую горожан лишали ежегодно, иногда даже на несколько месяцев, под видом профилактики. Но киевляне не расслабляются от таких обнадеживающих обещаний. И в преддверии апрельского повышения тарифов ищут способы, как же не разорить семейный бюджет коммунальными тратами. Дельные советы, как сэкономить накануне, давали на фестивале паненькие истерики. Тут можно было и проконсультироваться, и даже опробовать некоторые способи. Вы идете в ванну, кладете в ванну эту цеглину, вмикаете воду. И из-за того, что эта цеглина даёт вагу, ревень воды поднимается, и мы используем меньше воды. Но лучше принимать душ. Тогда вы экономите 3036 литров воды. Но еще лучше, чтобы экономить, мыть вместе с любимым, а вы ходите до соседа, если вам понравится сосед. Елена Механик, Елена Брынза, Андрей Анастасов, Кирилл Ющишин. Подробности недели, телеканал Интер. Нас уверяют, что альтернативы повышению тарифов нет. Но, тем не менее, наши гости буквально через 10 минут рекламы вам докажут, что варианты есть. Если чиновники красть будут меньше. А вот сколько крадут сейчас в Украине, и что все-таки не так с тарифами, узнаем сразу после рекламы. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. И будем сейчас говорить о теме, которая, безусловно, очень важна для каждого из нас. О тарифах. И насколько они законны. И можно ли было обойтись без их повышения. Наверняка каждый из нас задавал себе эти вопросы на этой неделе. Но вот сейчас попытаемся узнать ответ. Я еще раз напомню, у нас в студии Николай Гордиенко, председатель государственной финн-инспекции и народный депутат Александр Кужель. Скажите, мы начали с вами разговор до рекламы. Возможно, кто-то из зрителей к нам присоединился только сейчас. Я напомню, вот громкая цифра, которая была озвучена, что в ходе проверок, 4 тысячи проверок вы провели, было выявлено фактов коррупции на 7,5 миллиардов гривен. Огромная сумма. Скажите, то есть эти деньги попросту украли, да? Да. А вы можете расшифровать, вот как это было? Я могу, в принципе, пояснить это так. Перечисливши просто великие госмонополии нашей страны, на которых действительно были великые раскрадания в величезных суммах. Например, Укртрансгаз 219 миллионов, Укргазвыдобывание 358 миллионов, Укрзалезница 258 миллионов, Укрзалезпостач 300 миллионов, Держспецзазок 220 миллионов, Министерство финансов 552 миллиона гривен. Я хотел бы сказать, что, например, на Укрзалезнице, Укрзалезпостач, Укрпочта и Министерство финансов находятся люди, призначенные премьер-министром Яценюком. То есть новая команда уже? Да. Да, новый уряд. И если взять, например, я хотел бы остановиться на Укрзалезнице и на Укрзалезпостач, то мы очень хорошо помнимо, что в прошлом году был предстороненный керевник Укрзалезнице Остапюк. После нашей ревизии, когда мы нашли 358 миллионов, было открыто криминальное проведение, были проведены обшуки. Если вы помните, было много найдено у первого заступника грошовых денег, миллионные суммы, прозвища его Бланк. Но до сегодняшнего дня он руководит Укрзалезпостач, он сегодня выполняет обязательства Укрзалезпостач. И с серпня прошлого года. И мне совсем не понимала ситуация, почему уряд не призначает туда нового керевника. Что он их задовольняет, на котором порушено сколько криминальных проведений и все. Если взять работу нашего операционного аудита, то за прошлый год нашими работниками-аудиторами попереджено 5,2 миллиарда гривен, из которых 4,6 миллиарда – это нахтогаз Украины. Вот вам и тарифы, и повышение, и повышение, и повышение тарифов. То есть вы хотите сказать, я правильно вас понял, что если бы не эти деньги, которые украли, то просто можно было бы и тарифы не подвищивать. Они пришли в бюджет, и люди бы не платили. Не только тарифы, а даже и уменьшение пенсий. Не надо уменьшать пенсии, не надо, может быть, обращаться к МВФ. Мы входим, например, только в зависимость от других стран. Берем кредиты, понижаем свои пенсии для наших граждан, подвищаем тарифы. Стоит только перестать красить такие величезные кошти. Это только с частинка, я вам их перечислил. Я вам назвал не больше 10 фактов, а у нас проведено 4 тысячи контрольных заходов. Давайте мы еще перейдем к монополистам. Продолжение темы господина Гордиенко по монополистам. Он назвал государственные монополисты. У нас есть еще монополисты основные, которые поставляют газ и электроэнергию. Я могу сказать, еще почти год назад, будучи еще главой комитет в той Верховной Раде, я достаточно сильно копала, что же в складе тарифа. Я нашла людей, которые... На самом деле это важно, потому что никто не может понять, вот как сформирован тариф. К сожалению, я вам могу сказать, что когда президент был министром экономики, он подал в Верховную Раду законопроект, чтобы НКРЕ раскрывало склад тарифа для кабинета министров. И могу вам сказать, что месяц назад Верховная Рада проголосовала этот законопроект, но почему-то в администрации президента положили на него вето. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, мы будем это продолжать. Так к чему я веду? Я нашла людей, которые... Я говорила на всех каналах, что я готова вместе с ними свитчеты на суде, что с того тарифа старого 40% монополисты электроэнергии и газа воровали. То есть если бы мы даже эту часть вычистили, на самом деле это огромная экономия, 40%, которая давала возможность сегодня не повышать тариф. Кроме этого, я вам хочу показать вот этот график. Это очень важно для людей насчет того, почему люди сейчас смотрят вашу передачу. Потому что вот эта линия, это и есть средняя заработная плата по стране. Вы видите, она ровная с 2013 года. А вот это, такие темные квадратики, это изменение оплаты коммунальных услуг. И это при том, когда я взяла самый минимальный, когда взяли, что потребление семьи будет 200 метров кубических в месяц. Я вам могу сказать, что ученые мне прислали письмо, что в Украине нет ни одного котла, который бы и потреблял 200 метров кубических газа в месяц при теплой зиме. То есть на самом деле мы подразумеваем, что будет большинство, ну будем говорить, максимально все сельское население, то есть мы самые беднейшие, которые сегодня, в общем-то, там на грани. Заставляем платить по высокому тарифу. Ну, мы не заставляем, это просто нереально. Еще раз говорю, мы не индексировали зарплату. Они при всей своей порядочности не могут платить. То есть они даже если отнесут все, чтобы не остались ни есть, ни лечиться, им это не покроет. И когда мы говорим о субсидиях, нужно сказать очень важный момент. Кабинету министров напомнить, что мы это отслеживаем. О том, что они забыли внести изменения в бюджет, которым они хотели выровнять. Они понимали, что это уже гораздо там больше будет людей, которые подадут на субсидию. Насколько я знаю, это не предусмотрели еще как минимум 3 тысячи семей. И забыли внести изменения где-то в районе 400 миллионов гривен. Подождите, то есть компенсации людям не заложили в бюджет? Не все, не полностью. То есть на самом деле не все заложили, но там есть очень опасный момент, и люди должны это знать. Почти в каждой семье есть безработный. Если можно, давайте мы закончим. Я дам вам завершить мысль и перейдем ко второму гостю. Почти в каждой семье есть безработный. А там предусмотрено, что только по решению комиссии в очень редких случаях, в исключительных, если у семьи есть безработный, будет даваться какая-то часть компенсации. На самом деле люди все это понимают. И вот это несоединение, огромное увольнение, безработица, и в это время это не считается компенсатором, вводите гражданские работы. Да? Вводите гражданские работы, платите какую-то минимальную зарплату и давайте возможность участвовать в субе. Давайте я просуммирую. Две важные проблемы, которые наши гости только что затронуло. Во-первых, что до сих пор частично не заложены деньги на компенсации тем, кто не может заплатить за тарифы, кому они положены. И второе, что 40% тарифов, даже старых, они были не обоснованы. Скажите, а мы сейчас, одна из главных тез, и новой влады, и там всех иноземцев, которые приезжают, я с американским послом нещодавно встречался, говорил, все говорят про борьбу с коррупцией. Вы называете сейчас страшные цифры, величезные цифры, которые помогли бы и фронту, и экономике, и державе, и каждому из нас, там, в собственной кишени, не выкладывать деньги на подвищенные тарифы. А почему вас не слышат? Мне очень удивительно. 7,5 миллиардов – это величезные деньги. 7,5 миллиардов – это очень величезные деньги. Я хочу сказать, что даже из всех перечисленных материалов, которые из наших актов ревизии, они все переданы до Генеральной прокуратуры и находятся в проведении. И больше 95% наших актов ревизии резонансных переданы до Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура сегодня проводит расследование. И я считаю, что успешно проводит расследование, потому что мы очень спольно работаем с Генеральной прокуратурой, которая руководила Виталий Григорьевич Ерема в 2014 году, и с новым Генеральным прокурором, который есть сегодня, с Виктором Миколаевичем Шокином. Но я хотел бы остановиться еще на одной ревизии. Как раз в день моего высторонения я проводил заслуховывание ревизии ревизийной группы «Энергоатом». Мы проводим ревизию «Энергоатом», «Атомкомплект» и всех атомных электростанций. И как раз в этот день, через несколько часов, когда я привел заслуховывание, Яценюк меня высторонил, именно на этих, на «Энергоатом» как раз сидят и дуют этот «Энергоатом» десятилетиями люди Яценюка. Я стверждаю это. И я хочу вам сказать, что проверка на моё высторонение должна была закинчиться в эту пятницу. Однако Яценюк ее опять продолжил, продолжил ее еще на неделю, потому что иде ревизия «Энергоатома». Я думаю, что они очень переживают, чтобы я дальше не продолжал проверку этого «Энергоатома». И если посмотреть эти масштабные первоначальные наши ревизионные действия по «Энергоатому», то мы уже нашли уже больше 500 миллионов вкраденных грошей на «Энергоатоме». Если на таком стратегическом предприятии распространяются такие величезные деньги, то мне, например, очень страшно, а я уже прочитаю «Энергоатома». Нам что, мало уже Чернобыля? Вы знаете, я бы хотела... Простите, я вынужден всех прервать. Спасибо огромное, что были в студии. Очень о многом хочется поговорить. Одна фраза. Как бороться с коррупцией? То, что очень коротко на ответ пана Горденко. Каждую минуту, каждую минуту контролировать использование бюджетных денег. Гарной влады не бывает. Это и святая норма, и финансовый контроль в каждой стране называют финансовой совестью. Очень хорошая точка для нашего разговора. Ну и надеемся, что мы сможем в следующей программе или наши коллеги из дневных новостей смогут сообщить, а что там Генеральная прокуратура разобралась с теми фактами, о которых вы говорили. Спасибо большое, что были в студии. Всего доброго. Я должен еще раз вернуться на нашу боковую площадку. Дайте, пожалуйста, включение из центра Киева. Мы сегодня начали с этого программу. Напомню еще раз. В центре Киева, около Укрнафты, вооруженные люди захватили здание. Сергей Кудимов там сейчас работаем, узнает все подробности. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, из последней информации, то, что произошло за последний час, вот вы сейчас можете видеть, устанавливают последнюю конструкцию, то есть центральный вход в офис Укрнафты практически полностью закрыт металлическими решетками. Подъехал сюда еще один бронированный КРАС. Я, кстати, такие видел только в зоне АТО. И таким образом, вот, я насчитал возле офиса Укрнафты уже три автомобиля. Один блокирует вход здесь, другой вот немножко 30 метров отсюда. И третий находится за углом, то есть в случае чего он готов будет перекрыть, в случае штурма, очевидно, перекрыть дорогу. Из того, что тоже здесь произошло, вот, люди, которые охраняли, люди в военной форме, которые охраняли вход, не давали журналистам пройти внутрь, они зашли в здание, зашли в офис. Пока это вся информация, Дмитрий, мы продолжаем оставаться здесь, возле офиса Укрнафты, и в случае чего будем готовы включиться. Сергей, короткий вопрос, просто чтобы зрителям было понятно. Кто удерживает здание? Вот эти решетки, ими пытаются отгородиться те, кто здание захватил, или наоборот, ими пытаются отгородиться от возможного штурма? Ну, вы знаете, с журналистами эти люди не общаются, то есть мы можем только вот догадываться, но поскольку они свободно входят, выходят в здание, то есть как бы они пытаются, это люди, которые имеют доступ к, собственно говоря, ключам, возможности заходить, свободно выходить в здание офиса, поэтому, вот, собственно говоря, это пока такая информация. Коллега, спасибо, огромная просьба, оставайтесь на точке, следите за тем, что происходит, ну, на самом деле, даже мне вот сейчас, находясь в студии, получая вот эту обрывочную информацию, ну, тем более, вам сложно разобраться, что же происходит в центре Киева, понятно только одно. Матальон Днепродин был почему-то перебазирован из Днепропетровска, где он должен был находиться, оказался в центре Киева, с оружием. Ну, вот такие события сейчас происходят, давайте будем следить, если что-то там случится, узнаем в прямом эфире. И давайте сейчас сменим тему, поговорим о еще одной, очень-очень важной, Чернобыльской зоне. Вот мы привыкли к этим словам, звучат они, ну, скажем так, пугающе, но на самом деле, далеко не вся территория, которую так называют, представляют опасность. И сейчас в Украине появилась идея вернуть часть этой зоны, вернуть к жизни. Автор идеи, народный депутат Николай Томенко, мы побывали в зоне отчуждения, и вот как сейчас выглядит ее украинская часть. Вот это 10-километровая зона, и, власне, сам Чернобыль. Это международный промышленный майданчик, ну, то, мовно я так называю, может придумаем какое-то лучшее слово. По 10-километровой зоне отчуждения, мы передвигаемся по тропинкам, под четким руководством работников ЧАЭС. Вот посмотрите, там удивительные витражи сделаны. И когда смотришь, вот это нынешняя Припять, да, разруха, уныние, хаос, а там вот кусочек той сладкой, веселой там, спокойной, мирной жизни, да. Вот это часть секретного военного объекта СССР, Чернобыль-2, эксклюзив подробностей недели. Такая антенна позволила бы нам следить за каждым запуском ракет в США. Сейчас же это просто груда металла, вместо которой можно было бы установить, например, ветряки и вырабатывать зеленую энергию. По крайней мере, об этом мечтают работники ЧАЭС. Вот это самое сердце Чернобыльской атомной электростанции. Здесь радиационный фон в пределах нормы, и можно хоть яблоки выращивать. Правда, до практической реализации этой идеи еще очень далеко. Помидоры, салаты разные там. Ну, в общем, все как на большой земле. Вы сами все закрываете, да? Да. А выращиваете? Конкретно где? На огороде с вами? На огороде, да. Много кто воду демонизирует, да, в Чернобыле? Вы, я так понимаю, ее пьете, и можно мне? Ну, спокойно. О, поняли, вот сейчас вы будете прыгать. Я сейчас выпускаю свою банду. Не треба. У нас как раз прыгулка. Кузя, иди гуляй. А вы вообще выбираетесь из дому? Ну, по Чернобылю гуляете или выезжаете в Киев? Я в Киеве не был уже с 13-го года. Почему? И мне там делать нечего. Мне вообще не хочется, во-первых, из Чернобыля никуда выезжать. А с пенсиями, выплатами здесь нормально? Вы платите за коммунальные услуги? Нет. То есть, я по долям в этом плане. Хе-хе-хе-хе. Мне можно, я говорю, как у Христа запасу хочу. Вот это сооружение, которое сейчас стоит, если простыми словами говорить, да, оно будет сейчас. И мы сейчас уже приступаем к оснащению его системами жизнеобеспечения. Там будут вентиляции, системы пожаротушения, основные краны. Ну, то есть, вся инфраструктура, которая вот именно в таком виде по рельсам наедет на четвертый энергоблок и закроет его полностью. Ну, если розумные животные повернулись, то, очевидно, должно быть жизнь повернулись и через людей. То есть, на самом деле, оно повернуло, это жизнь. Поэтому идея биосферного заповедника, она, ну, как бы, уже тут в воздухе. Ей тебе только организационно нужно сделать. Потому что, ну, абсурдно тримать великую кількість людей, которые, вроде бы, охраняют 30-ти километровую зону. Значит, там почти все, что можно было украсти, уже украли. Я не буду играть, просто не. Давай. Ну, пой, пой песенку. Пой песенку. Я всегда мечтаю, что в новостях появится один кадр Припяти, в котором будет вот абсолютное молчание. А потом закадровый голос. Вы заметили? Здесь нет детских криков, нет звучания машин, нет того шума, который мы уже даже не замечаем. О том, что происходит в Чернобыльской зоне, мы с вами поговорим. Поговорим буквально через минуту. Ну, а сейчас снова вернемся к тому, что происходит здесь и сейчас. Ну, вот эта картинка у нас на экране. Мы получаем прямую трансляцию из центра Киева, где вооруженные люди, по всей видимости, по крайней мере, так они представились, батальон Днепр-1, захватили, попытались захватить здание государственной компании. Что же этот батальон действует в Киеве и почему он не в зоне ОТОМ? Этот вопрос задали военным. Ну, там несколько его подразделений, они в дождь линии боевого зита не расшелываются. Вот такой мой ответ. Ну, вот такой ответ только что получили. Честно говоря, из него не очень-то понятно позиции военных. Но, по-видимому, они сами не очень-то и ожидали такого развития событий. Думаю, для них тоже сюрприз, что батальон все-таки в Киеве. Вернемся к чернобыльской теме. Ну, вот только что мы увидели, что там сейчас происходит. Народный депутат, в частности, Николай Томенко, предлагают начинать восстановление этой территории. А вот после Чернобыля загрязненными оказались свыше 200 тысяч квадратных километров. Почти 70% этой территории в Беларуси, России и на Украине. Но из трех стран больше всего пострадала именно Беларусь. Сразу после аварии ветер был северным. И туда, в основном, в Гомельскую область Беларуси, и попала большая часть радиоактивных веществ. Что самое интересное, многие люди, которые знакомы с ситуацией, говорят о том, что если наша территория, там был введен карантин, выселяли людей, то на белорусской территории во многом по-прежнему продолжали выращивать и траву, и собирать молоко. И вот эти продукты, зараженной белорусской земли, направлялись в том числе и в Украину. Об этом говорил, в частности, и посол Украины в Беларуси, Роман Бессмертный, человек, который два года возглавлял наше посольство с 2010 по 2011. И просто сейчас мы можем узнать у него подробности. Пан Роман, вы, как колишний посол, как человек, которая работала в Беларуси, можете сказать, что ситуация в Чорнобильской зоне на Украинской части зрозумела? А что там происходит в Беларуси? Насколько там все сложно? На территории, про которую я говорю в Беларуси, вообще никакого дозиметрического контроля не проводится. Если украинская территория, которая находится в межах 30-ти километровой зоны, третьей, четвертой зоны, постоянно монетируется, то территория, которая в первые дни, тижни и даже месяц, и зазнала наибольшего забрудненья, а как вы помните, тогда вітер тягнул все это на певнич, то эта территория не монетируется. Відповідно, импорт, особенно продукции сельско-господарского призначения, который производится на этой территории, наголошено на Гомельской области и территории, которые прилегают до Чорнобильской зоны, до Припятти, она несет в себе загрозу радиоактивного забруднения. Ну, чекайте, на этой территории уже виробляються дуже багато продуктов, которые сам в Украину постачаются. Мы привыкли их видеть где-то в Крамничках и думать, что белорусские, тобто, виробляються за ГОСТом, тобто, якісные. Невже это не так? Наведу вам еще такой факт. Большинство посольств, которые находятся в Минске, не используют местные продукты харчевания, завозят их из Вильнюса. Чи не есть это серьезным аргументом для того, чтобы задуматься над этим вопросом? Беларусь не имеет ограничений ни правовых, ни организационных, ни дизиметричных по использованию продукции, которая вироблена на этой территории. Сюда относятся молоко, масло, мясо, овощи, фрукты, которые на этой территории выращиваются. Иснует негласная указка. Сировина, которая собрана на этой территории, долями разводится по всей территории. И фрагментами вкрапливается на предприятиях в другую продукцию. Для того, чтобы минимизировать это изотопное забруднение, которое может быть. Пан Роман, дякуючую проедналась, это у нас дякуючую расповелы. Информация действительно очень важная информация, ну скажу честно, шокирующая. И вот на этой неделе мы попросили наших корреспондентов съездить в Беларусь, в Чернобыльскую зону, для того, чтобы расспросить у людей, которые там живут, а знают ли они об этом. Белорусская зона заражения. Почти 7 тысяч квадратных километров территории. По площади это как 8 столиц Украины. В отличие от украинской, эта земля обитаема. Люди просто живут в условиях плохой экологии. Пострадавшим от аварии на реакторе тут ничего не остается делать, живут как и до катастрофы. Растят урожай, пьют воду, собирают грибы. Ну, радиация живет у нас. Так нам же не платят уже. Ничего не платят. Я радиации этой не боялась, я не боюсь. И все ели. И рыбу, и... Ну, все продукты, понятия не имею. И городы сеяли, и все с своего города. В больницу попала раз, так и она говорит, зашкаливая. Я все равно как ела, так и ела. И холера не берет. Уже 65-й год. И я первый в лес хожу, и все. Тем не менее, молодежь тут есть. Государство регулярно по распределению отправляет в эту зону специалистов, только что закончивших вузы. Некоторые даже остаются, как Владимир. Он выращивает птицу, получает 2 миллиона белорусских рублей. Это чуть больше трех тысяч гривен. В корме, который находится два километра отсюда, очень большое радиационное пятно. Они за радиационное пятно, у них на месяц отпуск больше может быть, ну там, на две-три недели. Несмотря на пятна радиационного заражения, в пострадавших районах вовсю производят экспорт. В частности, и для Украины. Молоко, мясо, колбаса из Белоруссии у нас буквально на каждом углу. Но в Украине уже пять лет не проверяют продукты дозиметром. Так что наши покупатели играют в своеобразную белорусскую рулетку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Руслан Смещук, Евгений Каминский. Подробности недели, телеканал Интер. Ну и сменим тему о наших товарах куда более качественных, которые Украина экспортирует, ну, отправляя в том числе и в Европу. Вспомните, ровно год назад в Брюсселе подписали политическую часть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. В новостях тогда писали, мол, страна получает огромные преференции, ведь мы сможем торговать с Евросоюзом, не платя пошлиной. Почему сейчас, год спустя, у многих еврооптимизм сменился разочарованием, наши корреспонденты выясняли в Украине и в столице Объединенной Европы. Брюссель доволен собой, мол, сделали для Украины все, что смогли. И соглашение об ассоциации подписанной торговать с Европой Киев смог беспошлино. Шутка ли, экономия для украинского бизнеса – полмиллиарда евро за год. Но если посмотреть на этот год, отмотав события назад, все выглядит не так уж радужно. В марте 2014-го, когда в Брюсселе была подписана политическая часть соглашения с ЕС, всем казалось, но теперь-то заживем, причем по-европейски. Ведь их рынок для нас открыт. Вспомните даже этот эмоциональный накал тех дней. Но от этих супер ожиданий за год не осталось и следам. По крайней мере, так ситуация видится из Украины. Кто после отмены европейских пошин уже начал подсчитывать будущую прибыль, так это пчеловоды. Украинский мед весь этот год в основном отправляли именно в ЕС. Германию, Чехию, Польшу экспортировали в два раза больше, чем обычно, заработав свыше 100 миллионов долларов. В Россию почти ничего не отправляли, мол, теперь выгоднее торговать с Евросоюзом. Пасечники Украины выиграли, потому что поднялись оптовые цены. Вот только на европейских преференциях сэкономили не так уж много. Квоту на беспошлинную поставку всего 5 тысяч тонн выбрали за 10 дней. Говорят, ЕС мог бы расшедриться и на большее. В Брюсселе на это отвечают, мол, сделали, что могли. При том, что в старом свете и своих проблем хватает. Фермеры производят более, чем реально требуют рынок, постоянно выбивают себе новые льготы и дотации, а чуть что не так выходят на акции протеста. В этой ситуации еврочиновники убеждены, украинцам не на что жаловаться. Получили хоть и не рыбу, но удочку, чтобы самим ее ловить. Что важно, создать зону свободной торговли между ЕС и Украиной. Соглашение было подписано, мы ожидаем, когда оно вступит в силу. Конечно, было бы хорошо, если бы соглашение уже применялось. Не было бы пресловутых квот или их хотя бы убирали понемногу. Но ситуация очень непростая, хотя ЕС прекрасно понимает, что Украина переживает сейчас тяжелые времена. Киев, конечно, начал переговоры, просит квоты пересмотреть, однако вряд ли стоит ожидать быстрого решения. Ближайшая встреча запланирована лишь на 21 апреля, да и то только на уровне экспертов. То есть, когда вопрос выйдет на уровень первых лиц, даже спрогнозировать сложно. А на этом Харьковском заводе на квоты пока не надеются, ведь для их подшипников почти заказан путь на восток, а на запад отправят товар не в состоянии. Жалуются на европейских бюрократов. Мол, торговля с ЕС возможно только после длительной процедуры нужно получить бумаги в соответствии тамошним нормам. Стандартизация продукции занимает не один год, и не два, и не три года. Соответствие европейским стандартам многие страны проходили и пять, и десять лет. Поэтому этот переходной период, безусловно, государство должно запустить некие программы, реформы, которые позволят сохраниться промышленному сектору, от которого зависят сегодня рабочие места. А пока украинские производители на европейском рынке еще не свои, на российском они уже стали чужими. В частности, из-за тех угроз, которые Москва увидела в этом соглашении. Кремль требует провести консультации и даже изменить документ. В начале марта здесь, в Брюсселе, еврокомиссар по торговле как раз встречалась с российским министром экономики. Этот вопрос обсуждался, и Москва дала понять, что готова возобновить трехсторонние переговоры Украина-Россия-ЕС. Украинские промышленники видят в этом одно из решений проблемы. Мол, хорошо бы получив новый рынок и старые связи не потерять, ведь украинский экспорт, по данным таможенников, в прошлом году обвалился на 9 миллиардов долларов, а поставки в страны ЕС выросли всего на 300 миллионов долларов. То, что мы подписали ассоциацию, это абсолютно правильно, и это было необходимо сделать. Вопрос, как мы ее подписали. И я думаю, что сегодня мы уже все понимаем, что это была ошибка, что нам надо было выстраивать общую позицию между Евросоюзом, Украиной и Россией. Все равно мы видим, что Евросоюз разговаривает с Россией отдельно, винуя нас, как Украину. Потому что они понимают, что есть реальная проблема. Нравится нам, не нравится. Но они наши соседи, и от них зависит очень много. Поэтому, на мой взгляд, нам надо садиться и разговаривать, и делать тот документ, который бы устроил всех. Конечно, мы, как Украина, должны отставить свою позицию и понимать саму нашу главную задачу, что мы хотим с этого. Но, тем не менее, мы должны услышать и других. Но что бы ни решили в итоге политики, изменить ситуацию Украина способна только сама. Ведь развиваются оба рынка, и на востоке, и на западе. А наше производство зачастую еще на уровне советских времен. Из Брюсселя и Киева. Анна Гончарова, Андрей Кровец, Леонид Абурин, Геннадий Вивденко. Подробности недели, телеканал Интер. Ну и давайте дальше о политике поговорим. В парламенте вызвал спор и закон об оппозиции. Его должны были рассмотреть на этой неделе. Перенесли, перенесли на следующую. Слишком много дискуссий разгорелось. А зачем понадобился этот документ? Давайте из первых уст узнаем. С нами на связи лидер парламентской оппозиции Юрий Бойко. Юрий Анатольевич, вечер добрый. Вы на днях буквально из Брюсселя вернулись. И вот как раз там обсуждали вот этот самый закон об оппозиции. А как в Брюсселе откликнулись? Что сказали о ваших предложениях? В Брюсселе мы рассказали, что такое украинская оппозиция. Мы встретились с представителями всех партий, которые представлены в Европарламенте. И рассказали о своем видении развития страны. Об альтернативном от существующих правящей власти. Мы рассказали о том, как мы видим процесс примирения. Считаем это приоритетным сегодня. Потому что не дай бог вести воинский конфликт в стране, которая имеет 15 ядерных реакторов. Это страшно. И поэтому мы все силы направлены на то, чтобы способствовать мирному урегулированию воинского конфликта на востоке страны. Мы рассказали о том, что ущемляются права оппозиции. Что должно быть закреплено права оппозиции законом. И закон должен защищать оппозиционера. Потому что только в таком случае может быть действенный контроль за властью. И действенный контроль за теми шагами, которые она производит. Юрий Анатольевич, тут очень простой вопрос возникает. Но предположим, что за этот закон об оппозиции зал проголосует. А что вы тогда намерены делать? Как вы используете эти возможности? У нас действительно подано несколько законов, которые будут защищать людей в условиях резкого роста тарифов, глопирующей инфляции, роста цен и вообще общего ухудшения уровня жизни наших людей. И мы категорически против действий властей, которые не могут справиться с масштабной коррупцией в правительстве и во всех органах власти. И перекладывают вот эти проблемы на плечи простых людей за счет того, что повышают тарифы, не индексируют пенсии. То есть практически обрекают людей на нищенское существование. Это большая проблема, мы с ней боремся и наши законы будут поддерживать людей в этой сложной ситуации. Ну и тогда вопрос об одном из самых важных решений уходящей недели. Решение по Донбассу, которое было принято в парламенте. Вот вы его как оцениваете? Мы считаем, что после принятия вот этих поправок к законам, которые произошли во вторник, можно смело сказать, что у нас правящая коалиция в парламенте – это коалиция войны. Потому что вместо того, чтобы закрепить резолюцию ООН по выполнению минских договоренностей на законодательном уровне внутри страны, были приняты решения, которые практически стопорят минские договоренности, не дают возможности мирному урегулированию процесса. И мы считаем, что это очень плохо для страны. Понятно, спасибо, что были лаконичным. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был с нами на связи. Продолжаем. Мы следим за ситуацией вокруг Укрнавты, за той ситуацией, которая сложилась в центре города. Мы расскажем вам о том коррупционном скандале, который возник, не поверите, в Швейцарии, но касается украинского политика. Ну, а еще поговорим о люстрации и о Крыме. Расскажем неизвестную историю. Но все это будет ровно через 12 минут. Дождитесь. Почему полуостров был потерян так просто и так быстро? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это подробности недели. Мы в прямом эфире. И в этой части программы поговорим о очень громком коррупционном скандале, который вспыхнул в Швейцарии. Ну, а начнем с еще одной темы. Тема очень резонансной. Пожалуй, одна из самых скандальных из тех, о которой сейчас на слуху в Украине, это люстрация. Ну, вот еще в прошлом декабре украинский закон о люстрации жестко раскритиковали в Европе, предписали изменить. Ну, и Украина, как ожидали многие, не успела. Что теперь и как на это в Европе отреагировали, узнавал наш корреспондент Алексей Пшемызкий. Двойка за домашнее задание. На этой неделе Венецианская комиссия должна была вынести окончательное решение по украинскому закону о люстрации. Но наши делегаты за три месяца таки не подготовили нужные правки. У европейцев осталась масса вопросов. Люстрацией, очисткой власти, как бы мы это ни называли, должен заниматься отдельный независимый орган. И нас волнует эта проблема. Мы обеспокоены правами людей, которых коснется люстрация. Также вызывает опасения попытка заменить этим законом борьбу с коррупцией. Мы также опасаемся того, что этот документ может стать инструментом политической мести и борьбы с оппонентами. Еще в декабре глава Венецианской комиссии Джани Букикио резко раскритиковал документ, назвав его плохим. Он нарушает права человека. Во время визита в Киев Букикио лично попросил приостановить закон, пока его не переделают. И наши делегаты заверили – закон не работает. Комиссию просто обманули. Чиновников продолжают люстрировать. В судах уже 391 иск. У нас есть информация, что люстрированы сотни людей. Я не знаю, продолжает ли действовать закон и люстрации. Но очень надеюсь, что власти Украины все же прислушались и подождут, пока закон переделают. О том, что закон нужно срочно переделать, говорят и в ПАСЕ. Там очень обеспокоены документом. Есть критические замечания к закону. Он должен соответствовать европейским стандартам. Должны быть четкие критерии для тех, кого затронет этот закон. И у каждого должно быть право обжаловать действия закона в суде. Это базовые европейские принципы. Что же помешало исправить документ? И почему украинские делегаты обманывают европейцев? Еще на заседании министр юстиции Украины заявил, оказывается все дело в трудностях перевода. Якобы слишком долго замечания комиссии переводили на украинский. Какими будут полномочия нового органа, ответственного за люстрацию? Почему такие широкие критерии? Все это украинская сторона не смогла нам объясниться, славшись на проблемы перевода. Действительно ли в Минюсте не хватает словарей и переводчиков, мы попытались узнать у самого министра. Сначала Павел Петренко пообещал дать интервью после обеда. Обманул. Министр напрочь отказался давать комментарии. И даже пытался выбить из руки микрофон. Вы уже отримали комментарии? Вы же нам обещали дать комментарии, пан министр. Мы дали комментарии вам. Что завадывали эти правки у нас, пан министр? Еще более интересным стал ответ главы иллюстрационного департамента Татьяны Казаченко. Вместо того, чтобы рассказать, какие еще нужны правки, она стала винить во всем оппозицию. Вы слышали? Хотелось бы слышать, что мы не подготовили все изменения, что до рекомендаций Венесейской комиссии. Пан министр послался на плохой проект, но это стало основной проблемой? Я повторю. Власник вашего канала, пан Львочкин, подпадает под забороны предпоченной законом. И на подставе изменений к закону, он так же подпадает под значение забороны. А что касается других украинцев? Вы про них не торбите, если их не касается? Такое шоу украинских делегатов не осталось незамеченным европейскими коллегами. В кулуарах это назвали откровенным хамством. Чтобы подучить английский, украинским люстраторам дали время до июня. Если и тогда правки не внесут, Украине могут грозить санкции по СЕ, А дела люстрированных чиновников передадут в Европейский суд по правам человека. Из Венеции, Алексей Пшемыский, Павел Лысенко. Подробности недели, телеканал Интер. И еще одна из самых громких новостей сегодняшнего дня. Якобы в Швейцарии заведено уголовное дело против Николая Мартыненко, одного из близких соратников Арсения Яценюка, ну и народного депутата. Насколько можно доверять этой информации, узнаем у нашего европейского корреспондента Татьяны Лугуновой, которая начала день с чтения свежих европейских газет. Татьяна, насколько эта информация соответствует действительности? Дима, такую информацию опубликовало сегодня швейцарское издание «Зонтакс Сайт». Он кинозвал имя украинца Николай Мартыненко. По данным журналистов, расследовать его деятельность швейцарские власти начали еще два года назад. Мартыненко подозревают в получении взятки от компании поставщика оборудования для атомных станций «Шкода-Джиэс». Это чешская компания, за которой, по данным журналистов, стоит российский концерн ОМЗ. Издание сообщает, на счету Мартыненко в частном швейцарском банке заблокированы около 30 миллионов франков. Более того, издание утверждает, что политик даже давал показания в Швейцарии. Есть подтверждение этой информации из Украины о том, что такое расследование ведется, сегодня сообщил народный депутат Сергей Лещенко. Несколько месяцев назад он направил запрос в посольство Швейцарии в Украине. И вот сейчас получил ответ. Действительно, офис генерального прокурора Швейцарии проводит расследование против гражданина Украины по подозрению во взяточничестве. Дима? Да, Татьяна, спасибо большое. Ну, я зрителям хочу сказать, что мы пытались с самим Николаем Мартыненко связаться из пресс-службы Народного фронта, партии, которую он представляет в парламенте. Мы получили ответ, что комментариев не будет. И вот просто сейчас я попытаюсь его набрать на мобильный телефон. Да, к сожалению, мы не сможем услышать самого Николая Мартыненко, но в ситуации все-таки надо разобраться. Потому что коррупционный скандал, скандал громкий. И вот впервые не против представителя прошлой власти, а им сейчас активно и плотно занимается Интерпол, а против одного из действующих народных депутатов, ну, соратника, действующего премьера. Вадим Рабинович в нашей студии. Вечер добрый. Вечер добрый. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ну вот мы, к сожалению, не смогли с самим фигурантом связаться. Я еще раз буду его набирать. А что вам известно об этом скандале, и вообще, насколько можно доверять этой информации? Вы знаете, я вот смотрю на все то, что происходит, и мне все больше кажется, что наше правительство напоминает, знаете, вот есть такое животное, хомяк, да? Оно ест, 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 когда уже не хватает ничего, набивает щеки и опять ест, ест. Когда они нажрутся все, скажите мне, у одного 30 миллионов, 300 миллионов, 400, забирают у людей 15% пенсии забрали. Смотрите, выступал здесь сегодня человек, глава Госфинуслуг, да? Этот человек дал показания 7 миллиардов хищений. 7 с половиной. 7 с половиной миллиардов хищений. Информация по Мартыненко, миллионы, миллиарды, да? Ну давайте, я еще раз могу сказать, если мы в ближайшую неделю этот парламент не создаст Следственную комиссию по расследованию коррупции этого правительства, парламент не имеет права вообще морально дальше существовать. Я первый буду собирать все, чтобы разогнать его, потому что, слушайте, опять собралось все то же самое. Те же самые сидят все демократические лозунги, у народа только все забирают. Заберите у них что-нибудь уже один раз. И, знаете, вот правильно, неправильно. Как такое общение? В любой стране мира эта информация уже была бы поводом моментальных расследований. Где генеральная прокуратура наша находится? Кого они ловят? Где СБУ? Кого они ловят все? Вот, пожалуйста, что мы гоняемся за Лазаренками, за Януковичами? Это уже трупы политические все. Вот, вот перед вами здесь люди. Сегодня не дайте украсть последнее у людей. Поэтому я считаю, что вся эта информация должна быть немедленно расследована. Я считаю, под охрану должен был взять... Я дам депутатский запрос прямо с утра. Под охрану должен был взять человек, чтобы, не дай бог, с ним не случилось, чтобы он куда-то не выпал, не упал там или еще куда-нибудь. Хватит уже этого. Давайте один раз наведем порядок в нашей уже стране. Давайте один раз прекратим. Я еще раз прошу. Давайте я уже год прошу. Давайте забирать у каждого нового правительства паспорта. Вы же видите, что они сбегут в ближайшее время. Ну, уже всем это понятно. Еще я вам хочу сказать. Орали в зале, это как я... Коалиция, это что нельзя, например, председателям оппозиции, морально занимать места руководителей комитетов, потому что они где-то не так голосовали. Скажите, может быть, теперь будем последовательны? Может быть, Мартиненко на время расследования должен уйти с поста комитета? Нет же такой? Или совести не хватит опять? Вадим, Вадим, давайте разберемся с персоналией. Многие наши зрители не очень-то понимают, кто это. Вот Сергей Лещенко, мой коллега, очень хороший журналист, нынешний народный депутат, ваш коллега по парламенту. Он, на самом деле, разбирался в этой истории. Мы сегодня попросили наших журналистов с ним связаться и узнать его мнение, как это вообще все было, как он эту информацию получил. Вот что он сказал нам. Прикольно минулого года в Чехии в одной из газет опубликовали информацию, что в Швейцарии порушено дело против депутата Мартиненко за хабарничество. После чего народный фронт и сам Мартиненко сказали, что это провокация, это брехня, это наклеп. А я в свою очередь просто сделал запись до посла. В Швейцарии где-то почти три месяца я ждал ответ. Я принагидно его запитывал при встрече. Он говорит, что ждите, там не все процедуры прошли. Это ответ в столице на расследовании. И вот на начале березня я получил наконец ответ от Генеральной прокуратуры Швейцарии, которую, так она сформулирована, очень интересная. Потому что они не имеют права разъяснить никаких прозвищ и никакой информации вообще. И поэтому вы складываете столько вещей. На ваш запись щодо криминальной справки против Мартиненко в Швейцарии, мы сообщаем, что Швейцария расследует, что это дело против украинского гражданина, но прозвища мы сообщаем не можем за глядом на тайницу следствия. Таким образом, они не прямо это подтверждают. Если Швейцарии порушат, я думаю, что они будут расследовать, и там Мартиненко будет идти на угоду с следствием, а просто уникать поездок в Европу, потому что на него потом ордер вырозят. Это как Лазаренко так же было. У него была так же справа, а потом его затримали. По этой справе он сидел в Швейцарии, в тюрьме, давал свечения. Его как раз затримали за то, что он не позволялся давать свечения. Он же не будет сказать, что справа я отримал хабаря. Это очевидная реакция. Но если раньше мы оперировали просто словами честной газеты, то сегодня у нас еще подтверждение за генпрокуратуру Швейцарии. В Украине я буду инициировать ее сторонние Мартиненко с посадки РНК комитета, потому что человек, как следствием в Швейцарии, я думаю, что это даже для чести украинского программы это большой удар, если он будет дальше работать в начале комитета. Скажите, а как парламент сейчас будет действовать вот в этой ситуации, когда все это всплыло на поверхность? Ведь, я насколько понимаю, Мартиненко возглавляет комитет по ТЭК. Я думаю, что парламент сейчас будет кричать славу Украине и не расследовать дел Мартиненко. Но я надеюсь, что все же набирается уже такая критическая масса, когда им уже глаза просто стыдно будет людям смотреть. Смотрите, каждый раз мы приезжаем в парламент и занимаемся какой-то ерундой. 7 миллиардов это слышно уже 2 недели. Ни одного ничего нету. Когда что-то происходит где-то на стороне, все бегут туда. Поэтому, еще раз я хочу повториться. Вот, дорогие украинцы, если в течение следующей планинарной недели парламент, который вы избрали, не создать следственную комиссию, чтобы доказать нам, что вот эти деньги они не крали, этот парламент становится антинародным, не имеющим морального права им руководить. В парламентской президентской республике, если парламент не создает комиссию по расследованию в хищении своих членов, вот своих, но я не знаю куда ему дальше идти. Меня не интересует кто прав, Лещенко, Мартыненко, или глава Финус Лук, или сам Яценюк. Мы обязаны это расследовать. Когда они голосуют ночью, отобрать у пенсионеров 15%, отобрать у людей все, не выдавать деньги, забрать все, а при этом миллиарды на счетах находятся сегодня, и как будто там ничего нет. Прокуратура занимается там какими-то там мальчиками, какими-то девочками, и это каждый день сказки нам рассказывают. Поэтому, смотрите, мне и так понятно, что воруют, мне и так понятно, что уже совести в глазах нет. Но я хочу вам сказать, что это закончится. Это не бесконечный процесс. Я думаю, что вот это последнее правительство, которое будет такое творить, я думаю, что следующее правительство будет национального спасения от них всех, и вот это правительство уже перейдет к другим совершенно вещам, которые, наверное, в нашей стране. Я раньше хотел руководить всегда в новом, я всегда пришел в оппозицию, и говорю, ребят, я хочу руководить именно экономикой, потому что я знаю как сделать, и мне противно смотреть. Теперь я говорю другое своим коллегам. Я говорю, ребят, можно, если все изменится, можно я буду руководить чем-нибудь таким, что мог и поарестовывать всех, потому что вы не можете. Я лично буду этим заниматься. Я возглавлю эту комиссию, пожалуйста, пойду в Швейцарию и привезу деньги назад. Но они же боятся будут. Вадим, ну давайте так и договоримся. Вы народный депутат, у вас есть право в том числе законодательной инициативы, вот давайте просто вы внесете это предложение о создании следственной комиссии. Вы пять минут не сомневались, считайте мое выступление депутатским запросом. Добро, спасибо. Спасибо за конкретный ответ. Благодаря вам разобрались немножко в этой ситуации. К сожалению, еще раз скажу, что ни самим фигурантом этого коррупционного скандала, только что опять набирал, ни с пресс-службой Народного фронта, ну мы свидаться не смогли, с фигурантом свидаться не смогли, с пресс-службой говорили, там комментировать наотрез отказались. Продолжим. Еще одна важная тема, о которой нельзя не сказать на этой неделе. Крым. Только спустя год наши источники среди военных согласились обнародовать видео, которое вы увидите буквально через минуту, и информацию, о которой вы узнаете. Как в действительности происходила аннексия? Взгляд изнутри. Личные видеозаписи военных из окруженных частей и многое другое. Наш военный корреспондент Роман Бачкала выяснил, кто действительно сдал Крым. Ну а также нашел неизвестных героев необъявленной войны. Вот он, Крым. Так близко и так далеко. Прошел год, но вопрос остается открытым. Почему полуостров был потерян так просто и так быстро? Генерал Игорь Воронченко тогда командовал силами береговой обороны Крыма. Выполняем присягу, которые мы давали народу Украины, и готовы выполнить до конца. От решений Воронченко зависело, если не все, то многое. Мы не ожидали, что быстро будет распространение сил и засоби по всему и острову. 1 марта зеленые человечки уже были везде. Время ночи мне позвонил замкомандующего генерала Воронченко. Сказал мне, что захвачен Вильбек. Одно из подразделений батальона отправил на охрану аэродрома Кировский. Он собрал воинскую часть. И через определенное время, буквально через сутки, в территории части подошли подразделения Российской Федерации. Рано утром 2 марта вежливые люди появились в Перевальном. Здесь базировалась главная мощь украинских вооруженных сил в Крыму – 36-я бригада береговой обороны. 40 танков, 100 БМП, гаубицы, зенитные комплексы, минометные и гранатометные расчеты, тысяча солдат, матросов и офицеров. Целестность нашей страны зависит от вас. От этого населенного пункта, который имеет название «Перевальный». На тот момент противник еще уступал своей военной мощи. Самая важная оружие – это были машины боевого использования, легкоидеи и тигры. Решта – автомобильная техника, оружие стрелецкие. Украинские войска были приведены в полную боевую готовность. Украинские войска были приведены в полную боевую готовность. Пока политики пытались решить вопрос мирно, личный состав готовился к войне. Не дожидаясь команд из Киева, 36-я бригада разворачивала технику и минометные расчеты. Это единственная техника, которая успела выйти из парка, встать в межах расстояния военного места, занять круговую оборону. Забирай пиццел, пиццел забирай. В боевом уставе сухопутных войск написано, если будет штурм, то будет оборона. Готовы были ко всему. Но вместо к бою последовала другая команда. Пальцы сбиты, все в крови, бойцы уже третью сутки толком не спали. Поели сухопаев, позвонил комбриг на мобильный телефон. Все, войну отставить, личный состав собрать и в казарму. Командующий военно-морскими силами Денис Березовский приказал сложить оружие. Буквально через час Киев объявит его предателем, но будет поздно. И тогда я только понял, что я не знаю, кому можно доверять. Я пришел в батальон, закрылся в кабинете. Минут 20 я, наверное, сидел. Прикидывал, что мне в этой ситуации делать. Батальон Юрия Головашенко принял решение не сдавать оружие. В то время, когда вся бригада уже была вооружена палками. Горнопехотный батальон спал на ящиках с патронами, не выпуская автоматов из рук. Для бригады морской авиации в Новофедоровке приказ сдать оружие фактически означал потерять веренные вертолеты и самолеты. Исполняющий обязанности командира Игорь Бедзай принял неожиданное решение эвакуировать авиацию. Были люди в генеральном штабе, с которыми я общался по этому поводу. Мы общались не открытым текстом, во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что про это знали не очень немногие люди. Те люди, с которыми я общался, не знали. Мы с ними какие-то давали гарантии. Остальным, наверное, это не обязательно было знать. Это было полной неожиданностью не только для Киева, но и для россиян. Перехватить украинских летчиков они просто не успели. Задача ставилась непосредственно перед вылетом. Все экипажи одновременно выполнили взлет, перелет по маршруту. Погода была сложная, но нормальные экипажи все справились. Перегнали авиационную технику на Николаев. Благодаря чему на сегодняшний день бригада может выполнять свои задачи в полном объеме. Год назад на Крымском перешейке с его материковой стороны стояли украинские войска подразделения 79-й, 25-й аэромобильных бригад, готовые войти на территорию полуострова, но соответствующий приказ так никто и не отдал. Что была такая потребность засередать нашу присутность золом? Было. Было. Российские командиры каждый день прибывали к воротам украинских частей. Свое же руководство можно было только услышать. Так, чую вас добре. Вот так происходили переговоры. И выпускающий из рук сигарету командир с одной стороны, и где-то в далеком Киеве политики и генералы с другой. Вы говорите, ситуация контролирована. Лично я, с твоей стороны, вижу эту ситуацию неконтролированную. Кроме балочок, так там, разговоров, больше никаких этих не прибывается. Мы защитим вас. Никто не защитит нас. Не залишайте свои эмоции на иншу ситуацию. Я думаю, что их у вас достать не будет. Я ваши вопросы зрозумею. После такого вот, вселяющего оптимизм общения, командир докладывал ситуацию подчиненным. Ничего не разумительного. Не сказал ни товарищ Тучин, ни товарища Сынкова. Сказал ему, что цепь все нелегативно. И когда попытались задать вопрос, он там отключился. Единственный, кто посетил бойцов из военных высокого ранга, бывший министр обороны Александр Кузьмук. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я прилетел один, без охраны, в военной форме. Летное поле окружено казаками. И второй круг патрулирования. И очень такой, будем говорить, плотный. Это были зеленые так называемые человечки. Кстати говоря, когда я проходил, они мне еще и честь отдавали. Я постоянно по несколько раз в день общался с командирами частей в Крыму. Со всеми. И когда я спрашивал, какую задачу вы получили, задача была одна. Трымайся. Еще народные депутаты приезжали, обещали и уезжали. Мы будем делать все для этого. Мы проведем заседание парламента. Мы обсудим все эти вопросы о том, что каждый офицер, который был в это время в Крыму, он должен быть по застоинству и заслуженно оценен страной. Что нам делать, когда переступит шаг любой военнослужащий Российской Федерации? Конкретно что нам делать? Я, вообще-то, я понимаю вас. Но я не могу вам ответить, я же не буду врать. В считанные дни о Перевальном узнала вся Украина. Морпехи стали символом стойкости и мужества. Вы достойны высокой нашей оценки. Меня зовут Виктория. Меня родные всегда называли Викусик. Викуска, Викуска. У ворот части тем временем одни прогоняли вооруженных пришельцев. Идите, да, своих родителей. Идите, охраняйте. Нас тут есть, кому охраняйте. Я охрана. Пытались даже изгнать из них нечистую силу. Другие радостно причитали. Россия! 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 У тебя папа военный? Да, мама военная. 8 марта для всех мам военных мужчины устроили праздник. Несмотря ни на что. Вы сами приняты? Будь пожалуйста. Это мой дядь, я еще твой отец. Дни шли. Киев молчал. Российские войска продолжали наводнять полуостров. Сепаратисты брали власть в свои руки. С каждым днем действия командира 36-й бригады становились все менее решительными и все более пророссийскими. Крайней чертой стал приказ сдать оружие оккупантам. Юрий Головашенко отказался его выполнять и в надежде отменить это решение дозвонился до министра обороны. Товарищ Тенюх выслушал мой доклад. Я ему сказал, что вот такая петрушка, дана команда сдать оружие. Как мне действовать в этой ситуации, потому что я понимаю, что команда незаконная. Я вам сейчас перезвоню. Я ложу трубку, проходит минут 10, он действительно перезванивает. Держаться, комбриг на своем месте, все нормально. Мы договаривались об интервью с Игорем Тенюхом. Он сначала согласился, но в последний момент отказался, сославшись на состояние здоровья. А жаль, вопросов к Тенюху много. Своей перепалкой с министром в прямом эфире год назад прославился Алексей Никифоров, замкомандира Керченского батальона морской пехоты. Его бойцы как могли поддерживали боевой дух, но не могли понять, почему нет приказа перекрыть паромную переправу. Ведь именно через Керч российские войска попадали в Крым. Пока у нас были все законы основания, можно было усилить эту охрану, отправить какую-нибудь роту мою. Так выгони этот танк на переправу, поставь на железку, вырви все провода с него и скажи тебе забирать. И стволом разверни, кто полезет. За несколько дней до так называемого референдума поведение многих командиров стало откровенно антиукраинским. Есть три варианта действий вас как офицеров, и вы должны до утра эти три варианта обдумать, переспать с этим делом. Варианты, по мнению командира 36-й бригады Сергея Староженко, были такие – уволиться, перебраться на материк или перейти под российские знамена. И пока рядовые писали патриотические стихи, Командир агитировал за переход на сторону врага. Требования, которые у них одно – это получение российского банка. А вот командир феодосийских морпехов Дмитрий Делятицкий видел только один вариант. Долгих мыслей, в какую сторону идти, у нас не было. Неоднократно со мной велись переговоры. Чем дольше все это продолжалось, тем ранг переговорщиков увеличивался. Были предложения денежных вознаграждений, были обещания учиться в Академии Московской. Давили через супругу мою, приходили и домой. Все знали, где живет моя семья, в какую школу ходят дети. Настроение у населения очень хорошее. Люди приходят как на праздник. Сегодня 16-е число назначен референдум в Крыму. Вопрос о том, что легитимный, нелегитимный – это другой вопрос. Командир всем построил, все это сказал. Ребята, пожалуйста, желающие, прописанные, можете пойти и участвовать в референдуме. Поэтому только в гражданской форме одежды, желающие. Только туда, назад. Это было откровенным предательством со стороны командира 36-й бригады. Но командующий военно-морскими силами и генеральный штаб продолжали доверять Староженко. Предложение заменить его на командира горнопехотного батальона Юрия Головашенко, сохранявшего верность присяге, было отвергнуто. «Россия! Крым! Весна! Россия! Крым! Весна!» Ну вот такие события были год назад в Крыму. Сейчас на студии мы поговорим с ними. Человек, которому я очень рад пожать руку. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Узнали, да? Юлия Мамчур, тот самый крымский военный, который год назад во время вата полуострова пытался остановить нападение, исполняя украинский гимн. Наши военные двинулись тогда в сторону российских военнослужащих. Им стреляли, стреляли в воздух, стреляли под ноги. Но воинскую часть удалось тогда вернуть. Он был арестован, находился в военной тюрьме. Ну и зрители, которые нас постоянно помнят, которые нас постоянно смотрят, помнят, что вот отсюда, из этой студии, мы в прямом эфире созванивали с его женой, спрашивали, как дела у мужа, куда пропал. И она просто в слезах, в эмоциях рассказывала, что с ним потеряна связь. Вот, наконец-то, все позади. Наш герой уже теперь народный депутат. Скажите, а вот вы вспомнили эти события? Как по-вашему, а была тогда реальная возможность, вот уже с высоты этого года, этого опыта, все-таки отстоять Крым? Не отдать? Сложный вопрос. Если брать просто по количеству военнослужащих, находящихся в Крыму, то как бы была. А по моральному состоянию личного состава, вот в первые дни, вот моя часть, так же, как и остальные части военно-морских сил, была переведена 27 февраля в полную боевую готовность. 12 самолетов мы подготовили к перебазированию на любой аэродром, который будет указан нам в распоряжении. В 16 утром, где-то часов в 9, я принял у себя на аэродроме борт. На нем был министр обороны Лебедев, начальный генеральный штаб Ильин. Я доложился о состоянии дел. Никаких указаний не потребовали, ничего не сказали. Развернулись, сели и уехали. В 16.03 мне пришло распоряжение привезти часть постоянного боевоготовности. Оружие было вывезено в подразделение. У нас только стрелковое оружие. Мы авиационная часть, то есть ПМ и АК-74. Сдали все на склад, осталась только дежурная смена, 4 самолета, которые дежурили по ППО страны. Находились на былом дежурстве. Доложилось о выполнении задания и в 21.30 я уже встречал наших зеленых человечков. Был приблизительно батальон, 16 грузовиков, 6 БТР. Вооружение российское, 2-3 типа вооружения. Скажите, а вот сейчас вы уже точно можете сказать, что это были россияне? Да, ну разговор. Вы знаете, долго ж не признавали зеленые человечки и зеленые человечки. У морских пехотинцев, которые базировались в Севастополе. БТРы, Уралы, КАМАЗы. Ну, никаких сомнений. Единственное, конечно, у них не было нашивок. Погоны были перевернуты звездочками вниз. В этот же момент сразу же первым же делом позвонил министр обороны Ильину. Извините, начальнику генерального штаба адмиралу Ильину. А что он сказал? На что он сказал, я заболел, я нахожусь в госпитале и выключился. Второй звонок мой был. Ага, то есть четких приказов не вы и никто другой не получил? Ничего, ничего. Я доложился, что непонятное военное подразделение, вероятно, российское, находится у меня возле части. Вот такая ситуация. Потом звонок вице-адмиралу Елисееву, который исполнял обязанности командующего военно-морскими силами Украины. Тоже, примерно тоже. Начальник штаба, контр-адмирал Шакура, вообще не ответил. Тогда я начал звонить уже своим командирам в Виннице. Ответил мне генерал-полковник Байдак, сказал, что информация принята, он доложит сейчас в генеральный штаб. И через примерно две минуты вышел на меня генерал-полковник Воробьев. И мы вступили в беседу с этим старшим, который был от уцеленных человечков. Скажите, а могло ли все пойти по другому сценарию? Могла ли Украина удержать Крым? Вот если бы военные приняли решение, если бы вовремя поступили команды, если бы там кто-то не заболел и взял трубку вовремя? Все руководство армейское, министр обороны, начальник генерал-штаба было в Крыму. То есть это их была святая обязанность принимать эти решения. Если они приняли решение перейти на российскую сторону, как уже сейчас история показывает, то есть управлять этим войском некому было. То есть дать приказ тому же комбату Дилетисскому выдвинуться на аэродром Бельбек и оказать мне помощь... Ну подождите, у нас был верховный главнокомандующий на тот момент. От него были какие-то приказы вводные? На мне никто не выходил, никаких приказов не давал. Ситуация могла пойти по-другому, если бы я, например, выстрелил бы в этого зеленого человечка. У нас бы там... я был начальник штаба и мой замкомандир. У нас бы там просто расстреляли, потому что у нас наведены были стрелковое оружие, оружие СБТРов, снайперов сидели по точкам, то есть, ну, такая сложная ситуация. То есть открытие было нельзя и не открыть нельзя? Да, я мог бы спровоцировать это, но как бы это закончилось, это было бы уже одному Богу известно. Давайте мы с еще одними участниками этой истории поговорим. Вы все наверняка помните видео, которое год назад, да и сейчас, тогда просматривали очень активно в соцсетях, до сих пор его просматривают в соцсетях. Вот давайте это видео посмотрим. Помните, как курсанты Академии ВМС имени Нахимова в Севастополе запели «Сченевмерла Украина», в то время как над их альмаматор под звуки российского гимна поднимали флаг Российской Федерации. Слово предоставляется. Мы отдадим дань уважения всем. К присутствию выпускника Черноморского высшего военно-морского училища было гарантией качества. В настоящий момент выпускники училища команды... Ну вот эти кадры, которые многие видели и сразу после того, как попытались поднять флаг, наши ребята запели украинский гимн. Что с ними сейчас? Два человека учатся в Великобритании, но вот есть ребята рядышком с нами, которые сейчас учатся в Одессе. Иван, Владислав и Алексей. Ребят, вечер добрый. Вы нас слышите? Добрый вечер. Мы вас прекрасно слышим. Добрый вечер. Вижу, что растерялись. Спасибо большое, что с нами. Ребят, скажите, а вот вы поддерживаете связь с теми, кто там остался? Созваниваетесь, может быть, в соцсетях списываетесь? Что говорят те ребята, которые, в отличие от вас, год назад сделали другой выбор, остались на российской стороне? Ребят, скажите, пожалуйста, вы поддерживаете связь с теми, кто сейчас остался на той стороне? Что вы делаете? Пишите ли вы что-либо? Так, конечно, мы поддерживаем связь с ними, обменяемся данными, фотографиями. Ну... Потому что не бачите на то, что мы находимся по разные стороны страны, но мы вспоминаем те годы, которые мы учились и жили вместе в одной казарме. Поэтому некоторый час мы не поддерживали связь, но потом мы понимали, что они наши товарищи, хоть и колишние, но все-таки. И поэтому сейчас мы поддерживаем связь с ними. Коллега, вы спросите у ребят. Я так понимаю, что ребят меня не слышали, только вы меня слышите. Вы их спросите, что те, кто остался сейчас на российской стороне, что они жалкуют, что они шкодуют? Я, насколько я понимаю, даже они не могут 50 лет в Украину въехать. Да. Скажите, пожалуйста, может быть вы что-то знаете, кто остался в Украине, кто остался в России, на той стороне? Жалеют ли об этом? Могут ли они сейчас приехать к нам сюда? Кожна людина сделала свой выбор. И скажите, кто после того, как он сделал свой выбор, скажет, что он жалеет? Если они остались там, они были уверены в этом выборе. И они принимают то, что им дано. И поэтому я думаю, что никто бы, даже если он жалеет, не сказал бы, что я жалею, я хочу вернуться. Поэтому они сидят там мовчки и ничего не могут нам сказать. Но могут ли они сейчас приехать сюда? Наверное. Я знаю точно, что когда мы уезжали, они подписали список про невыезд за территорию Российской Федерации и территорию Криму. То есть максимум, куда они могут доезжать, это до Криму. Дальше никуда. Коллеги, ф moment там�� processed, пожалуйста, короткое вопрос вопрос. Что они верят, что Крим верится? Что они верят в эту возможность сюда приехать? Что Крим будет частью Украины? – Скажите, пожалуйста, верите ли Вы, что Крим когда-нибудь вернётся к нам? И верят ли вы там? Верите ли вы, что Крим будет когда-нибудь частью Украины? Скажите, пожалуйста, верите ли вы, что Крым когда-нибудь к нам вернется и верят ли там? Верите ли вы, что Крым будет когда-нибудь частью Украины? Так, конечно, я сам контактую с ребятами и знакомыми, своими однолетками. Там осталось так же много патріотов, которые хотят вернуться, да и ребят тоже хотят вернуться домой. Крым мы вернемся и это будет очень скоро. В этом не только я уверен, но и мои товарищи, и даже те, кто остался в Крыму, в Севастополе. Потому что я знаю очень много людей, которые остались патріотами и верными Украине. Ребят, спасибо огромное. Спасибо за ваш поступок. Спасибо за то, что вы сделали год назад, показав, что, ну вот как и наш герой, что просто без оружия, одним словом, можно очень многое сделать, можно очень многое изменить. Спасибо. Давайте вернемся к нашему разговору. Скажите, вот Антон Геращенко, когда выступал в нашей студии, у нас в эфире, на «Черном зеркале» на ток-шоу, он сказал, что по его информации приказ Турчинова о том, чтобы открывать огонь, все-таки был. Но этот приказ или не дошел, или не был услышан. И знаете ли вы об этом что-то? Ну, я, насколько помню, что господин Геращенко намекнул, что, возможно, его не хотели выполнять. Вот две части вопроса. На том уровне, на котором были вы, знали ли вы о наличии каких-либо приказов? И с другой стороны, ну давайте просто теоретически скажем, а если бы этот приказ поступил, что бы было в Крыму? Ситуация была очень сложная. И, как кто знает армейский принцип, есть вертикаль военной власти. То есть определенный командир должен дать другому командиру приказ. Этот приказ должен быть письменным или устным. Но, понимая ту сложность обстановки, которая была на то время, командир должен был получить бумажное, правильно, потому что потом ему, в случае, если погибнут мирные жители, ему надо будет отвечать перед прокурором. Почему это произошло? Кто давал приказ на открытие огня? Все наши местные военные городки, они так расположены, что соседствуют с гражданским населением вплотную. То есть воинская часть в двух, там, двадцати метрах находится в жилой дом. Открывая огонь по тем же казакам или зеленым человечкам, любой рикошет или даже пуля врага, которая будет отправлена в сторону местных жителей, это автоматический преступник. Для того, чтобы дать юридические основания командиру применять оружие в этих местах, надо было объявлять или зону проведения антитеррористической операции, или зону проведения боевых действий. Это должно быть документально оформлено. К сожалению, это не было сделано, и вот Крым мы потеряли. Крайнее бумажное распоряжение такое я получил 27 февраля в 16.03. Все остальное это были указания, которые мои товарищи по Крыму говорили, по телефону держаться, не провоцировать, идут переговоры, то есть обстановка неясная. Спасибо огромное. Последний вопрос. Что дальше будет с Крымом? Ваши прогнозы, ваши ожидания, ваши надежды? Оптимистически, конечно же, вернем. Спасибо большое. Спасибо за то, что держались год назад, и за то, что вот сейчас у нас есть возможность с вами встретиться в студии, поговорить и вспомнить то время. Спасибо за время. И еще раз вам поблагодарить. Вас поблагодарить за то, что происходило, за то, как вы себя повели, в отличие от многих. Коллегия Паратная, что у нас дальше по графику? Мы можем еще дать еще одну часть сюжета Романа Бочкалы, но вот даже после псевдореферендума настоящие патриоты Украины продолжали сопротивляться, иногда шли против приказов командования, просто потому, что не могли поступить иначе. Роман Бочкала об этом. Россия! Крым! Весна! Россия! Крым! Весна! День референдума стал, по сути, точкой невозврата, перевалом. И для Перевального, и для всех других украинских военных. Теперь уже они воспринимались в Крыму как незаконные вооруженные формирования. Многие воинские части спустили украинские флаги и вывесили российские. Те же, кто отказались, ждали штурма. Мы ждали штурма практически каждый день. Опасения были очень большие. Мы готовились к штурму. Были попытки прорыва в части сначала со стороны местной самообороны, или ополчения, как его называлось, под прикрытием женщин, опять же, россиян, которые стояли. Заложил все окна в казарме. Я заложил вход улиткой. Там один вход, второй вход. Впред до того, что повыкапывал траншеи. Я заготовил продукты. Ну, если бы начались бои, у меня стояла вода в батальоне. Два куба воды у меня стояла технической. Плюс у меня стояла вода в баклажках. Два куба. Денька три бы мы просидели точно. А тем временем большинство командиров уже писали рапорты об увольнении из украинских вооруженных сил. Я говорю, куда вы спешите? Вас еще никто не захватывает. Вас никто не это самое. Куда вы бежите вперед паровоза? Все это один офицер говорит. А вдруг паровоз уйдет впереди нас? Это же должностей. Это же как бы, блин, вот это вот. Когда вот это слышишь, думаешь, блин, люди, вы о чем? Командующий войсками береговой обороны Игорь Воронченко пытался отговаривать подчиненных. Нейтрализовать генерала решили физически. Викликали на перемоги на контрольно-припускный пункт. Со мной был полковник российской армии. Чекали заступника командующего поединенным військовым округам. И когда вместо генерала-лейтенанта спецназ приехал, успели только выбросить телефоны и кинуть из ДКПП, там заслон, скрутили наручники, мешок на голову и вывезли в комендатуру города Севастополя. Мне предъявили, что я некорректно высказывался в адрес высшего политического руководства и военного руководства Российской Федерации и пагубно вплывал на решение командира військовых частин. За четыре дня, пока Воронченко был в плену, россиянам удалось склонить на свою сторону еще нескольких командиров. Процесс вывода украинских войск и личного состава становился неизбежным. В 20-х числах марта потянулись первые колонны. Сначала вывозили семьи, потом технику. Ждем приезда на Украину. Обещают, что много, но сделают мало. Все, мы на квартире не могли жить, хозяйка сказала выходить. Тех, кто на территории части жил. Так само им сообщили, покинуть территорию части и все, больше сюда не заходить. Войска оккупантов совсем близко отсюда, поэтому здесь, на постучен гар, боевая готовность всегда повышенная. Вот вы видите противотанковый ров, а там дальше все заминировано. Могло ли все сложиться иначе? Где бы сейчас проходила граница, если бы украинские военные открывали огонь? Они не были готовы стрелять, они не были готовы. 70% военнослужащих, которые нас блокировали, это практически срочники от полугода до года. По большому счету из себя бойцов еще не представляли. Потому что они ходили там на коленники, в банданах, в очках, в перчатке тактические, АК-100, там, ну, все круто. Это коллиматор. Это не значит, что он уже рейнджер. Как таковые они не были готовы воевать. Крым, это же, блин, огромная территория, плюс со своим уникальным рельефом. Можно было закрыть там буквально несколько перевалов горных, и все, до свидания, уже по Крыму ты просто так не проедешь. Уверен до сих пор, что россиянам нужен был только первый выстрел. Только любая искра, и все это могло закончиться гораздо раньше. И непонятно, на каких, где оно могло закончиться. Генерал Воронченко соглашается. Россияне были готовы стрелять в ответ. Но добавляет, ситуацию можно было повернуть вспять. В конце февраля, когда еще не было никаких зеленых человечков. Когда главари сепаратистов беспрепятственно катались, как на работу в Москву, и безнаказанно вывешивали российские флаги. Думаю, что у нас был шанс, но он был очень короткий час. Буквально часа 8, потому что было принято решение. На мой взгляд, очень резкое, очень ответственное. Что до штурма парламента, и не допуска депутата Верховной Рады Крыма до этого парламента. Мы дали почву для того, чтобы они поставили свое керевничество. И дальше пошли, пошли по накатанному уже в Кремле сценарию. Сергей Староженко по-прежнему командует бригадой в Перевальном. Только теперь она 126-я российского Черноморского флота. Остался и этот офицер, рвавший за Украину рубашку. Причаги никто не изменит. Мы сделаем то, что обязаны сделать. Раньше у меня постоянно подсознательно была мысль, что я, грубо говоря, придуриваюсь, исполняю. Но как офицер я себя абсолютно не чувствовал. Но есть в этой истории и герои, известные и не очень. Юрий Загребельный служил в той же 36-й бригаде. В ноябре он погиб под толоковкой в результате минометного обстрела. У него осталась жена и сын, которому всего несколько месяцев. Совесть наша чиста. Мы спокойно можем смотреть в глаза и своим детям, как говорится, и своим семьям. Поэтому ничуть не жалеем. Роман Бачкала, Василий Миновщиков, Ирина Дьяченко, Олег Ерофеев и Виктор Гром. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну вот такие крымские воспоминания. Может быть, немножко долгие, но безумно важные. Для того, чтобы мы не просто вспомнили, что было в Крыму, а выводы сделали. Что касается истории с Укарнафтой, то до сих пор там находятся наши корреспонденты. Напомню, в центре города офис компании большинство акций, которое принадлежит государству, был захвачен вооруженными людьми. Все подробности, кто они были, уже завтра утром в наших выпусках новостей. Спасибо, что смотрели. И до встречи ровно через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...